Конференция наша называется «Медиа 2020. Перемены». И организатор — это наш проект «The Earth is FLAB. Как читать медиа», который реализует Геодинститут в Москве и портал Кольтуру при поддержке Европейского Союза. И мы начнем с приветственных слов. Я передаю слово Анне Шюллер, руководителю нашего проекта и руководителю отдела по связям с общественностью СМИ Геодинститута в Москве. Анна. Здравствуйте, я слышна? Да. Хорошо. Добрый день. От имени Геодинститута в Москве приветствую вас на нашем заключительном мероприятии проекта «The Earth is FLAB. Как читать медиа». Я очень рада, что сегодня мы можем встретиться здесь. К сожалению, только онлайн, но зато у нас есть возможность пообщаться с людьми из разных городов России и из разных стран. Сегодняшнюю программу подготовила наша замечательная команда проекта, которую мне хотелось бы поблагодарить за неустанную работу на протяжении последних двух лет. В первую очередь, конечно, Викторию Калинину, координатора проекта, и Ксению Лученко, методиста, а также Марию Эпифанову и Анну Голубову за коммуникацию, Дениса Меркулова за организацию ивентов, Наталью Петрову за нетворкинг и Наталью Перепелкину и Алису Иванову за поддержку проекта в целом, как и в области финансов. Кроме того, я хотела бы поблагодарить экспертов и тренеров проекта, которые проводят воркшопы для подростков и тренинги для учителей. Это Екатерина Северкова, Йосиф Фурман, Илья Бер, Ирина Лукьянова, Андрей Бабицкий, Ирина Ходорева, Ирина Неустроева и Александр Горелов. Также я хочу поблагодарить нашего партнера Кольта Ру и Михаила Ратгауза, который поддерживал нас на протяжении всего проекта, а также выступает сегодня организатором и модератором конференции. И, last but not least, я хотела бы поблагодарить делегацию ЕС здесь, в Москве, за их поддержку в реализации проекта, а ЕС за финансовую поддержку, без которой проект был бы невозможен. Поэтому я очень рада, что сегодня с нами Луция Кадар из делегации ЕС в Москве, которая потом также обратится к вам с приветственными словами. Я думаю, что наш проект по медиаграмотности возник как раз в нужное время, о чем свидетельствует большой интерес, с которым его встретили в Москве. И поэтому мы надеемся, что сможем продолжить нашу работу в рамках последующего проекта, который мы уже планируем. Но прежде всего я желаю вам интересной и вдохновляющей программы сегодня. Мы разработали ее полностью онлайн, но надеемся, что в сентябре сможем снова встретиться на офлайн-нетворкинг-евент, чтобы познакомиться и встретиться уже лично. Спасибо вам большое. Спасибо, Анна. И мы передаем слово Луция Стеркадар, главе отдела прессы информации и представительства ЕС в России. Добрый день. Здравствуйте, коллеги. Мне очень приятно приветствовать вас сегодня от имени представительства Евросоюза. И мне нужно вам сказать, что когда мои коллеги попросили меня, чтобы я говорила сегодня, они сказали, что это будет один из твоих любимых проектов. И это правда. И почему? Потому что это, конечно, для меня тоже, но вообще, я думаю, это очень важная тема, которую мы обсуждим сегодня. Проблема достоверности и общей медиаграмотности остро стоит по всему миру. Кризисы типа COVID только ухудшают ситуацию и порождают новые информационные визовы. И поэтому это очень важно, что мы обсудим тоже, что ждет медиа через 20 лет. К чему готовиться самим, к чему готовить тех, кто только входит в информационные потоки. Как помочь учителям разобраться, как успеть за сменой форматов. Как оружить ложь и сделать общественный дискурс даже по самым острым социальным вопросам более объективным. Как сделать так, чтобы информация объединила, а не возводила новые барьеры между людьми и странами. Проект The Earth is Flat с нами уже два с половиной года. Казалось бы, пора подводить итоги. Но, как показывает сегодняшняя онлайн-конференция, дискуссия только начинается. В самом начале ГТ-института Кольте удалось собрать блестающую команду, как Dream Team, объединяющую лучших специалистов России в власти журналистики, факт-чекинга, педагогики, коммуникационных технологий, видео и анимации. Новые идеи рождались на году. Постоянно возникали новые форматы и формы разговора с аудиторией. Чувствовалось, что все причастные получают огромное удовольствие от свободы творчества, и их возможности не знают границ. И это предопределило успех и огромный интерес к проекту. Самое главное, что основным местом действия стали непресыщенные столицы, а тоже регионы России. Лекции с участием настоящих звезд медиа собирали полные залы, Сиктиквары, Архангельские, Новосибирские, Казани, Вараниже и тоже в других городах. Ни в одном регионе не стоял вопрос, как найти участников семинаров по медиаграмотности для школьников. Наоборот, количество запросов от школ из регионов оказалось таким большим, что мы с большой радостью продлили проект еще на полгода. Мы очень рады, что проект «The Earth is Flat» проходят при поддержке Евросоюза. Мы хотим еще раз отметить, что относимся к теме медиаграмотности очень серьезно и продолжаем работать в этом направлении. Поэтому до 30 июля мы ждем завьяки от НКО и медиаорганизаций на конкурс грантов по вопросам медиаграмотности. Все подборности на нашем сайте. Хорошая дискуссия сегодня. Все пройдет и эпидемия пройдет. Мы надеемся. И я тоже надеюсь, осенью мы можем встретимся оффлайн уже, чтобы еще раз проанализовать все то, чего добился проект и услышать тех, кто по всей России следил за его развитие. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, Луца. И тогда мы переходим уже, собственно, к нашей содержательной части, нашей конференции. Сейчас мы собрались, чтобы представить друг другу, познакомиться и узнать, кто чем занимается и какие перспективы. У всех, кто занимается распространением медиаграмотности в разных странах, в разных городах у нас тут собрались участники из Москвы, из Перми, из Казахстана, из Белоруссии, из Украины. И мне кажется, что это такая очень должна быть у нас часть ценная, именно как обмен опытом, перспективы сотрудничества, поиск общего языка. И, конечно, я думаю, что мы немножко пожалуемся еще о том, какие проблемы, какие препятствия в наших разных странах разные, какие нас объединяют и так далее. Но мне кажется, здесь очень важно, что мы очень разные, на самом деле, что есть такие институционализированные участники, которые занимаются медиаобразованием в качестве такого институционализированных образовательных институций, это и Высшая школа экономики, и Пермский университет. Есть такие проекты, как наш, которые занимаются дополнительным образованием, просвещением. Есть те, кто больше направлен на практический факт-чекинг, и так далее. Мне кажется, что вот эта полифония должна нам сегодня дать хороший результат. Поэтому я передаю слово Екатерине Севиковой, которая будет нашим модератором. Она тренер проекта «Как читать медиа», которая объехала с нами всю Россию за эти два года. Но вообще она доцент факультета журналистики МГУ, серьезный медиапедагог и наш ценный модератор. Поэтому я замолкаю и, наконец, передаю слово Екатерине. Нет, спасибо большое. Дорогие коллеги, зрители, еще раз всем добрый день. Очень здорово вас всех видеть. И очень хочется, чтобы это мероприятие было всем нам полезно, потому что как раз первая его часть носит такой характер нетворкинга. Мы хотим узнать, конечно же, знаем друг о друге очень много, но хотим узнать еще больше и попробовать поискать еще больше точек соприкосновения, точек сотрудничества и посмотреть, как мы можем помочь друг другу сегодня в том, что мы с вами делаем. Я коротко представлю наших спикеров. У нас потрясающий состав, конечно же, и название этой части звучит как «Встреча экспертов медиаграмм» на 7 версий от Киева до Нур-Султана. Поэтому, конечно же, я думаю, что вот это великолепное многообразие форм, практик, работы с этой темой мы сегодня, конечно, увидим своими глазами еще раз. С нами сегодня эти два часа будут Анна Качкаева, директор Центра цифровых культур и медиаграмм, профессор Высшей школы экономики. Анна Григорьевна, я вас видела, вы с нами. Иван Печищев, медиатренер, доцент Пермского университета и, на мой взгляд, один из главных вообще бизионеров обучения интернет-журналистики, медиаобразования и вообще в России. Иван, добрый день. Добрый день. Гулима Мирханова, руководитель проекта по медиаграммотности информационной кампании «Три точки. Знай, что ты смотришь», который присоединяется к нам из Казахстана. Гулим, добрый день. Привет, здрасте. Здравствуйте. Сергей Нугаев, сооснователь образовательного проекта «Кружок». Сергей, добрый день. Я вас тоже видела. Добрый день. Яна Гончарова, правозащитница, представительница организации «Хьюман Константа» и проекта «Сайберти» или «Киберти» по-разному, да, мы его произносим, который присоединяется к нам из Беларуси. Яна, добрый день. Да, всем привет. Здравствуйте. Алена Талалаева, координатор проекта «Медиа-Айкью», который присоединяется к нам из Беларуси. Алена, добрый день. Я вас тоже видела. Здравствуйте. Виктория Романюк, заместитель главного редактора портала «Стопфейк.орг», который присоединяется к нам из Украины. Добрый день всем. Виктория, добрый день. И наш проект тоже в этой дискуссии будет представлять его медалист Ксения Лученко и его координатор Виктория Калинина. Мы приготовили несколько вопросов для обсуждения. У нас, по сути, будет три таких раунда, в которых мы поговорим о том, что есть, о тех проблемах, которые существуют сегодня и требуют какого-то пристального рассмотрения и решения, и о том контексте, в котором мы сегодня оказались волей-неволей, но, собственно, никаким образом мы его избежать не можем, а значит, мы должны к нему адаптироваться. И, наконец, попробуем посмотреть какие-то горизонты, перспективы того, что попробуем нарисовать вот этот образ будущего, что является сквозной темой сегодняшнего нашего общего мероприятия. И для начала я прошу, дорогие зрители, пожалуйста, если у вас будут вопросы, пожалуйста, пишите их в чат. Мы постараемся тоже дать возможность вам всем пообщаться с нашими участниками и тоже принять участие в этой беседе. И, собственно, первая часть этого обсуждения носит такой презентационный характер, и в этой части мы все еще раз посмотрим друг на друга. И я попросила бы представителей всех проектов, институций, центров, которые сегодня с нами собрались, кратко описать концепцию вашего проекта, вашей деятельности, показать, с какой предметной областью вы работаете, для кого вы это делаете, то есть кто ваша ключевая аудитория, кто у вас, с кем вы именно работаете. И, может быть, попробуйте описать то, чем вы больше всего гордитесь, вот ваше главное достижение на сегодняшний момент, о котором хотелось бы больше, еще больше рассказать коллегам и всем нашим зрителям, которые сегодня с нами присутствуют. И первое слово мне хотелось бы предоставить Анне Григорьевне Качкаевой. Анне Григорьевне, пожалуйста. Да, здравствуйте. Я буду краткой, без всяких слайдов, потому что те, кто знает Вышку и Центр цифровой культуры и медиаграмотности, в общем, знаком с нашим проектом, нам уже не Центру, но проектом медиаграмотности, школам и конференциям уже шесть лет. И, в общем, это действительно институциональный проект, который запускался внутри Вышки для студентов, не медиа-специальностей, но потом вырос и в гораздо более широкие сферы, но все-таки связаны с вузомским и университетским образованием и медиапедагогами. Мы начинали со школ в регионах, они были еще не в эпоху тотального онлайна, и регулярно проводились в Екатеринбурге и в Царском селе, и в Москве добавились к школам для студентов не медиа-специальностей, школа для медиапедагогов. Написано было несколько статей, учебников, было проведено исследование, потому что в Вышке с 2014 года существуют майнеры медиа и массовой коммуникации, внутри которого есть большой курс по медиаграмотности, и через него уже сейчас за эти годы прошло более тысячи студентов от физиков до математиков, от филологов до юристов. Ну, в общем, все, кто в Вышке учится, помимо журналистов и чистых медийщиков, вот все они студенты этого майнера. Опубликованы уже статьи, и в том числе в западных изданиях, по поводу исследования того, как студенты воспринимали курс до и после. У нас большая конференция, пять лет проводится, которая связана с медиаобразованием, медиаграмотностью, цифровыми медиа для будущего. И вот в результате уже этих всех обстоятельств год назад был создан Центр цифровых культур и медиаграмотности, который расширил тему медиаграмотности до более широких рамок, связанных с подходами и к исследованиям, и к пространству цифровых культур. Большой грант Фонда Потанина, трехлетний, связан с как раз развитием цифровых проектов и того, что мы называем трансмедиаграмотностью, потому что, в общем, нужно использовать опыт цифровых нативных молодых людей, чтобы они были амбассадорами не только медиаграмотности для взрослых и разных аудиторий, но еще и владели этим инструментом. В прошлом году в этом проекте участвовали университеты Перми, Новосибирска и Нижнего Новгорода. В этом году, буквально 2 июля, прошла первая рабочая встреча пространства соучастия 2020. В нем будут принимать участие университета Казани, новая магистрская программа в Питере по медиакоммуникациям и Красноярске. В общем, все это встало уже на такие вполне себе понятные для нас рельсы, и мы благодарны очень многим нашим партнерам, которые здесь, Ивану Печищеву, где прошел и дютон осенью, еще тоже не в онлайне, а живым образом, уже в нашем новом центре на Покровке. И всем нашим коллегам из зарубежных стран ближних я очень рада Гулим приветствовать, которая когда-то защищала у нас магистрскую и теперь вот замечательным проектом руководит. Как, впрочем, и очень многих других коллег, которых не всех знаю лично, но точно знаю все проекты в Белоруссии, и в Армении, и в Киргизии, для которых мы тоже работаем, мы делаем всякие конституционные вещи и как-то, в общем, пытаемся связи точно поддерживать, как и всегда это было принято в медиаорганизациях, с которыми мы работали и до вышки, там с интерньюсом или с другими фондами, которые поддерживали идею либерального образования, либерал-аркса, медиаграмотности и критического мышления. Ну, думаю, что в этом направлении будем двигаться и дальше. Спасибо. Спасибо, Анна Григорьевна. Мы, конечно же, здесь сегодня приветствуем не только педагогов, медиатренеров и создателей проекта, но, по сути, участников того сообщества, тех, кто продвигает саму вот эту идею медиаграмотности сегодня в нашем современном российском обществе. И мне второе слово хотелось бы дать человеку, который очень много сделал для этого. Это как раз Иван Печищев, чьи детоны, безусловно, являются такими точками сборки, хабами, такими коммуникационными, которые позволяют общаться, взаимодействовать, находить друг друга всем, кто так или иначе связывает свою деятельность с медиаграмотностью. Иван, пожалуйста. Спасибо большое. Так, у меня, похоже, видите мой экран? Все видно. Да, что-то у меня немножко что-то перезагрузилось. Вот теперь все, да, кажется, восстановилось. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Я назвал свое вот это маленькое выступление медиаграмотности высшее образование, хотя, конечно, как говорится, за все, что я расскажу, но я скажу за ту часть, в которой я имею отношение, про себя, конечно, но прежде всего, то, о чем, наверное, как раз вот я, я начну с конца, с чего я бы, я бы как с гордостью сказал, это наши дьютон уже упомянуты, и спасибо коллегам за поддержку, Алик Григорьевне в частности, которая нас в девятнадцатом году пригласила к себе в Центр медиаграмотности. Но, если говорить как раз о теме, последние три дьютона, а дьютон это мероприятие для преподавателей журналистики изначально, но теперь уже и вовсе для преподавателей. Три последних темы дьютона была медиаграмотность. Мы обсуждали там как раз методы, вопросы образования, упражнения и прочее, как преподавать. И обменивались опытом, вот что самое важное бывает на дьютонах, мы обменивались опытом, кто что делает, как раз, кроме всего прочего, в сфере медиаобразования, вот, например, можно сказать о том, что, потом я скажу, что делали другие коллеги. Что же мы еще сделали конкретного? Мы, например, в 2018 году начали ресурсовый, который называется медиапрактикум. Там, конечно, упражнения по журналистике, но там есть и упражнения по фактчекингу, там есть и упражнения по созданию контента. Эти упражнения лежат в открытом доступе, скоро пополнится еще новой порцией, и мы, в общем, этот ресурс рассматриваем как свой такой вот основной, вот то, чем можно как раз таких гордиться, мне кажется, и как раз для медиаобразования мы стараемся делать со своей стороны. Что же касается опыта, начну с опыта коллег, просто то, что мне известно очень хорошо, и, наверное, самое, может быть, крупное, вы про меня можете поправить, но что известно мне, день медиаграмотности в Санкт-Петербургском университете уже проходит, кажется, года три, коллеги очень мощно его проводят, участвуют очень много студентов, они там разные задания студентам предлагают решить, и сами преподаватели, вот тут на правой фотографии видите, команда преподавателей там всегда участвует и не всегда побеждает, вот что важно. Что касается нашего университета, то тут, наверное, я хотел сказать, традиционно для многих журфаков, но, как показал мой только краткий опрос перед нашей конференцией, нет, нетрадиционно, я думал, что везде проходит неделя медиаграмотности, но на самом деле нет, но мы ее проводим уже, наверное, года три-четыре точно, в ней участвуют студенты всех медианаправлений, и в рамках этой недели проходят мероприятия, как раз связанные с разоблачением фейков, с фактчекингом, то есть это и игры, это и какие-то дискуссии, и в общем студенты медианаправлений, это реклама, медиаграмотность и журналистика учатся как раз тому, как работать в медиасреде и как быть медиаграмотным. Ну, и то, чем можно гордиться, наверное, вот опять, замыкая круг, этим буду заканчивать, курс по медиаграмотности. Я начал ввести факультатив по медиаграмотности в Пермском университете в восемнадцатом году для всех факультетов, но его не было раньше, и я почувствовал большой интерес, и самое главное, что этот большой интерес почувствовал учебно-медиатическое управление, руководство, и вот с двадцатого года его включили в программу шести факультетов, сейчас курс, который, правда, будет немножечко иметь такое громоздкое название медиаграмотность и информационная грамотность и безопасность, будет преподаваться на шести факультетах фактически на половине из факультетов нашего университета, не на всех там направлениях, но очень многие, очень многие попросили этот курс. Самое востребованное, конечно, это безопасность и фейки, ну, то, что на слуху, наверное, это студентам больше всего интересно, это их интересует, вот это как раз примерная программа, 36, простите, больше, с математикой плохо, 42 часа, аудиторная работа и итог создания проекта по программе медиаграмотности. Этого курса пока еще в чистом виде, вот так, для штифов факультетов мы не проводили, но мы будем его проводить, и это вот как раз, мне кажется, такая первая ласточка, я надеюсь, что, может быть, это станет моделью для коллег, для внедрения подобного курса. Ну, и хочу закончиться, в своей работе мы, конечно, опираемся уже на большие наработки наших коллег, в частности, на известный, я думаю, всем проект медиа-навигатор, который, кстати, можно прям брать и из этих упражнений складывать в свой новый курс, вот, я его очень тоже рекомендую всем практикам в нашей общей сфере. Спасибо. Спасибо большое, Иван, это, конечно, потрясающий пример, когда инициативная просветительская деятельность приобретает инсуализацию в рамках высшей школы, безусловно, мы с восхищением за вами наблюдаем. Спасибо большое. И я хотела бы передать слово Гулим Амирхановой, которую уже передавали приветы другие участники нашего мероприятия. Гулим, пожалуйста, расскажите о своей информационной компании. Три точки знаешь, что ты смотришь. Ей уже несколько лет, и вот было бы здорово понять, как вы ощущаете результаты того, что было сделано за это время. Коллеги, всем добрый день, рада всех видеть, всех слышать. Большой привет передаю Ане, Ване, Вике, всем, ой, моей любимой Алене из Минска, с их тоже замечательным проектом. Я расскажу про проект Три точки знаешь, что смотришь. Это проект реализуется интерньюс в Центральной Азии, финансируется Европейским Союзом. Проект у нас рассчитан на все страны Центральной Азии, но с некоторых пор мы не делаем про контент на туркменском языке в связи с некоторыми сложностями работы в этой стране и с этой страной. Наш контент изначально был предусмотрен для определенных целевых аудиторий. То есть мы поняли, что мы хотим делать проект, ну, если так вот, брать по формату, ну, B2B. То есть это не такой массово популярный проект, это все-таки проект для преподавателей, вузов, учителей, журналистов и медиаспециалистов, потому что мы поняли, что у нас недостаточно большая команда, чтобы охватить информационные компании какую-то массовую аудиторию, и мы поняли, что у нас есть некие, назовем их там стейкхолдеры, через которых мы можем выходить на эту массовую аудиторию через журналистов и через преподавателей. И таким образом мы развивались, наверное, в течение полутора, чуть больше лет. Нам, на самом деле, мы запустились два года назад, в сентябре 2020 было два года, и работали вот первые полтора года именно как такой B2B-проект. Мы делаем это. Извините, у меня тут кошки дерутся. В общем, интересная штука у нас была, когда мы придумывали концепт проекта, потому что мы посмотрели, как представлена медиаграмма в наступскоязычном пространстве, потому что основной язык, который мы делали, это, конечно, русский у нас был, но при этом мы планировали, что мы запустим через какое-то время версии национальных языков, собственно, которые мы сейчас запустили, они сейчас у нас работают, по каждому, по каждой из стран с национальным языком по контенту работает отдельная команда, партнеры наши. И мы поняли, что есть такая вещь, что медиаграмма слово не новое, тема не новая, над ней уже много лет работают разные прекрасные проекты, разные прекрасные люди, но для нас было очевидным, что контент, который выходит оттуда, он все-таки некий в таком узком сообществе и для узкого сообщества, на тот момент, по крайней мере, это было, в 2017 году, когда мы придумывали вообще, каким образом мы будем делать три точки. И мы захотели, чтобы наш проект как-то отличался, отличался визуально, отличался по подаче, но по подаче, опять же, я не имею в виду, что он там как-то там особо суперинтереснее был рассказом, а чтобы просто выглядел чуть легче, визуальнее, чтобы было много хорошего, качественного видео на эту тему. И мы решили, что мы будем фокусироваться именно на этом. Плюс, очень было важно для нас, чтобы мы не зацикливались на том, что мы делаем только некий фактчекинг. Хотя, признаюсь честно, что, наверное, самые популярные у нас посты, которые есть на данный момент в проекте «Три точки», это посты, связанные с тем, где мы так или иначе развенчиваем какой-нибудь фейк. То есть, надо признать, что фактчеки хорошо идут в народ, хорошо смотрят. Но мы понимали, что для нас было важно, и до сих пор это является для нас очень важным моментом принципиальным. мы должны не просто показывать, что вот это фейк, а вот это не фейк. Нам было важно, чтобы мы постоянно рассказывали о том, как понять, что это фейк. Как понять, почему, например, было важно для нас, чтобы не просто рассказывать, что есть 150 инструментов или сервисов для фактчекинга, для проверки на правдивость той или иной информации того или иного контента. Но нам было важно, чтобы человек сам вдруг понимал, что-то у него в какой-то момент щелкало. Что-то с этой информацией вот здесь не так. Нужно, наверное, к ней что-то там применить, и эти сервисы нужны именно мне сейчас. Потому что, если мы рассказываем, нам так казалось, если мы будем рассказывать только про сервисы и будем показывать только примеры фактчека, то мы таким образом просто вырабатываем в них тоже какое-то такое потребительство, что ли, со стороны пользователей, которые ждут, что мы за них будем это все время проверять, мы за них будем это все делать. А нам хотелось, чтобы они тоже этому учились, чтобы они тоже понимали, что это нужно делать и понимали, когда это делать. Очень важную еще ремарку сделаю, что наш проект это часть большого проекта интерньюз, который называется «Противодействие радикализму», ведущего к насильственному экстремизму. И наш проект по медиаграмотности, он с очень четким таким контекстом. наш проект про медиаграмотность в связке идет всегда с этой темой противодействия радикализму. И это тоже было для нас очень сложно при написании концепта и понимании, как это делать, потому что две очень сложные темы. Медиаграмотность сама по себе, само слово отталкивающее, как бы ты ни пробовал с этим словом поработать, чтобы оно было более юзабельнее, это сложно сделать, правда. Вторая тема тоже достаточно сложная была. Где-то вот через, так я скажу, до пандемии, до появления коронавируса, вдруг в какой-то момент нам пришло понимание, что мы выходим за рамки вот этого B2B, что наш контент стал более востребованным не только среди журналистов или преподавателей или учителей. К нам стали приходить люди совершенно разных профессий, мы иногда ходим, смотрим, чекаем их по профайлу, в том числе в Фейсбуке, кто нас читает, откуда к нам приходят люди и так далее, и мы поняли, что в принципе эта тема интересует и другие группы, и другие профессии и так далее. Мы решили, что мы сами вдруг почувствовали, что мы хотим делать контент уже более какой-то массово популярный, то есть уходить на более общую какую-то аудиторию. Мы сейчас над этим работаем, я не могу сказать, что мы точно придумали, как это у нас будет делать, но я могу сказать, что сейчас в точке находятся на новом этапе, когда мы понимаем, что мы хотим переформатироваться, мы сейчас как раз работаем над этим и по концепции, и по повдаче, и по визуальной стилистике и так далее. Это сейчас такая у нас очень большая работа. В проекте у нас работает пять человек, мы сейчас представлены в Фейсбуке, в Твиттере, ой, в Твиттере, нет, в Твиттере, в Фейсбуке, в Ютубе, в Телеграме, в группе у нас есть ВКонтакте, везде у нас по-разному представленность, я не могу сказать, что мы за эти два года набрали по количеству именно подписчиков какие-то безумные цифры, у нас неплохие цифры по Фейсбуку, но у нас достаточно очень хорошие цифры по охвату, и мы знаем точно, что рассылают в WhatsApp наш контент в том числе, очень сильно помог в этом плане коронавирус, потому что с приходом пандемии вдруг стало понятно, что наш поворот лицом к людям более массовой аудитории видимо правильное решение, потому что интерес как бы возрос, он возрос и в связи с тем, что людям было непонятно, что делать с разного рода информацией, я думаю, что все страны с этим столкнулись, и с манипуляциями в сети из-за коронавируса, пандемии и так далее, и с различным сбросом фейков бесконечных, зомби-фейки, которые не умирают, а появляются с периодичностью раз в два месяца. У нас в Казахстане сейчас очень непростая ситуация происходит с заболеваемостью, и буквально то, что нам казалось еще месяц назад как-то более-менее мы поняли, что народ в какой-то степени обучился, отучился, как-то стали они понимать, не знаю, использовать, по крайней мере, слова, там, фейк, фак-чекинг и так далее, вроде стали более-менее разбираться во вбросах разного рода, но последние две недели опять показывают, что как только появляется новая волна страха, новая волна паники, вообще я думаю, что страх и паник это главные враги медиограмотности, вот, как только появляется новый всплеск заболевания, все возвращается на пути своя, и вот этих там трех месяцев работы, а мы на время коронавируса, пандемии и инфодемии переквалифицировались, потому что мы поняли, что сейчас делать контент про радикализм либо в чистом виде про медиограмму, то есть смысла нет, он не востребован, люди хотят понять, что происходит, там, не знаю, нужно ли, не знаю, вдыхать соду пачками для того, чтобы вылечиться и так далее, не заболеть, не знаю, нужно ли пить метиловый спид и так далее, то есть мы в течение трех месяцев плотно сидели на теме коронавируса ковида или ковида, вот, и это было, как бы, ну, мне кажется, тоже важное правильное решение. В принципе, вот, наверное, по концепции вот таким образом мы работаем. Сейчас, наверное, на данном этапе, я говорю, что мы на этапе переформатирования, какими мы будем, я думаю, что мы увидим в ближайшее время, кстати, в ближайшие пару месяцев мы хотели бы запустить, мы сейчас на ней работаем упорно, нашу образовательную площадку, она будет называться «Банановоч», «Банановый дозор». Мы решили, что банан – это главный вообще символ медиаграмотности, бедный фрукт, которому досталось уже по всем фронтам, с чем только бананы у нас не были, и в фейках, и со спидом, и с кровью, и с коронавирусом, и с наркотой, и так далее, и так далее. Вот, поэтому у нас будет такая медиообразовательная площадка «Банановоч», и я думаю, что мы там попытаемся представить наше видение некого образовательного, на наш взгляд, контента. Я думаю, что мы совпадем по многим темам, и как раз-таки в этом плане я буду обращаться к коллегам, которые присутствуют, в том числе здесь, для того, чтобы где-то проконсультироваться по каким-то тематикам, возможно, где-то адаптировать уже имеющийся, уже имеющийся на эту, по этому направлению контент. Вот. Гулим, спасибо большое. У меня какое-то после вашего выступления ощущение мульти, хочется ваш проект описать, мультизадачность, мультиплатформенность, мультиконцепции, да, вот вы все время движетесь, вы все время меняетесь, и мне кажется, что это, соответствует такому сетевому характеру общества, в котором мы сегодня существуем, и это очень здорово наблюдать, и, конечно, мы ждем Банану Лодж, все, я думаю, с большим терпением. Спасибо, спасибо. Спасибо. Я тогда воспользуюсь случаем, и передам слово участнице, имя которой уже тоже прозвучало, это любимая Гулима Алена Талалаева, которая присоединяется к нам из Беларуси, мы начинаем такой рейд по странам ближнего зарубежья. Алена, пожалуйста, расскажите о вашем проекте Media IQ и о ваших достижениях, о ваших результатах, которыми вы гордитесь. Да, спасибо большое. Всем еще раз здравствуйте, я немножко тут расшарю экран, если вы не против. Вот, так, где же мой экран? Да, я сегодня представляю проект Media IQ, всем видно, что я показываю сейчас? Хорошо, проект Media IQ, мы его реализуем в пресс-клубе, пресс-клуб Беларуси, это такая организация, мы работаем и с медийщиками, и с аудиторией меди, и с экспертами, вот вы видите, как к нам люди приходят, их бывает иногда очень много, вот, и два года назад мы занялись плотно темой медиаграмотности, и мы решили подойти к этому вопросу комплексно, и мы подумали, что мы хотим работать на разной аудитории, хотим охватить, скажем так, разные сферы. У нас было задумано четыре разных действия, мы проводили тренинги по факт-чекингу для журналистов, и таким образом мы охватывали аудиторию журналистов, мы проводили медиамониторинг, тогда мы делали, мы анализировали, как белорусские медиа соблюдают стандарты журналистики, кроме того, у нас была медиашкола для подростков, где мы их учили медиаграмотности, где они сами учились, и плюс ко всему, для того, чтобы охватить более широкую аудиторию, мы сделали такую гражданскую кампанию в соцсетях, вот, по поводу мониторинга я бы хотела сказать немножко подробнее, потому что за эти два года все очень сильно трансформировалось, вот, сначала наш мониторинг, он состоял из своего самого древнего пласта, мы делали мониторинг стандартов, в том числе мы изучали, есть ли в сообщениях медиа манипуляции пропаганда в новостях, потом мы поняли, что манипуляции пропаганды это такая тема, которую нужно изучать более широко, и мы сделали отдельный мониторинг по манипуляциям пропаганды, при этом мы заметили, что чаще всего манипуляция пропаганды она встречается в одних и тех же темах, и сегодня мы исследуем три разные темы, это COVID-19, выборы в Беларуси и российско-белорусские отношения, плюс мы сделали еще третий мониторинг, это нарративы, которые присутствуют в освещении российско-белорусских отношений, что российские медиа об этом пишут, как это потом перекочевывает в Беларусь, распространяется внутри нашей страны, и четвертый мониторинг, это нарративы, связанные с выборами, то есть сейчас одного какого-то мониторинга стандартов, у нас такой, прямо четыре разных мониторинга сейчас происходит, что мы делаем с этой информацией, мы мониторингом охватываем аудиторию медийщиков, которым это интересно, потому что это, по сути, диагностика того, что происходит, и мы охватываем экспертов, мы с этой информацией, которую мы получаем, мы делаем, так, мы делаем разные отчеты, мы делаем аналитику, и информации, поскольку очень много, мы в том числе стараемся ее визуализировать в такой более понятной форме, делаем инфографику разную, можно найти все это дело, это, на самом деле, очень полезная штука, и в том числе есть для международной аудитории информация на английском, это можно найти на сайте media.iq.by. Наш мониторинг дает нам очень вообще просто огромный кладезь каких-то интересных кейсов, нарушений, не знаю, примеров абсурда, который происходит в медиа, и мы это все используем в нашей гражданской компании, вот, наша гражданская компания, она у нас есть и на этом сайте media.iq, то, что мы делаем разные тесты, вот, например, наш президент Александр Лукашенко говорил, что вот нам бы до Пасхи дожить в связи с ковидом, мы делали такой тест, это очень популярный формат, мы делаем разные фактчеки, которые наши белорусские медиа разные, не знаю, фейки распространяют или манипулируют информацией, делаем объяснялки, вот, для широкой аудитории, например, сейчас очень актуально, как выражать свое мнение в интернете безопасно, для того, чтобы потом ничего с вами не произошло, с вами не пришли, грубо говоря, вот, мы обнаружили, что очень людям заходит видео, да, вот, просто хит этого сезона, видео, как стать пропагандистом, пропагандистом семь шагов к успеху, где мы показываем реальные примеры пропаганды, которые на белорусском телевидении, можно все это заметить, и мы заметили, что людям очень нравится, когда им не только объясняют, как вообще мир устроен, и как работает манипуляция, пропаганда, медиа, им нравится смотреть на конкретные примеры и делать выводы самостоятельно, их очень шокирует иногда, что же им в реальности показывают на телевидении, как это вообще можно с чистой совестью людям показывать, или вот, например, мы еще работаем в соцсетях, самые активные это у нас в Facebook и ВКонтакте, например, в главном итоговом выпуске новостей на нашем центральном телеканале Беларусь-1, государственном, у нас все телевидение в основном государственное, из двухчасового выпуска только 55 секунд, самой горячей теме этого времени, то есть Минск, пол Минска осталась без чистой воды, она была грязная, зараженная и только 55 секунд из двухчасового выпуска об этом говорили, вот, зато, например, очень много цитировали президента, плюс ко всему мы работаем с аудиторией подростков, мы два года подряд уже делаем школу медиаграмотности, она у нас до этого была оффлайн, вот она проходила так, и так, и так, и всегда это было очень весело, с ребятами 14-18 лет мы работаем в трех городах, в Гродно, в Абруйске и Минске, но сейчас это на самом деле выглядит скорее вот так вот, потому что из-за ковида мы пришли вот в оффлайн. Наше такое достижение, чем мы гордимся, мы этой весной запустили детское медиа, то есть ребята, подростки, наши выпускники и теперешние ученики, они сами делают в инстаграме медиа по медиаграмотности, подают эту тему, как они вообще, как они ее видят, как они считают адекватным, вот, делают подборки, например, горячая тема, топ-5 фейков во время пандемии, или они показывают, как, в принципе, нужно читать новости, на что обращать внимание, какие вопросы себе задавать, или объясняют, как работают те или иные техники манипулирования, вот, рассказывают свои истории, где в реальной жизни им пришлось столкнуться с тем, что они изучали на занятиях по медиаграмотности, вот, объясняют какие-то понятия важные, вот, это все называется медиа-акью-тинс, у нас пока немного подписчиков, и ребята будут очень счастливы, если вы прочекаете, что они делают в инстаграме, вот, поэтому всех приглашаю посмотреть, чем еще мы гордимся, мы прошлой осенью, мы с нашими партнерами, с организаторами, мы организовали большой форум по медиаграмотности, Media Literacy Solutions, и во время этого форума, вот, прямо на глазах у изумленной публики, мы собрали информацию о более 150 проектах по медиаграмотности, которые есть в мире, вот, и сделали такую карту Media Literacy Map, вот, вы видите ссылку на экране MediaLiteracyMap.org, я приглашаю вас всех посмотреть, но не только посмотреть, но еще и добавить тот проект, на котором вы работаете, вот, есть кнопочка Add Project to the Map, пожалуйста, не стесняйтесь, мы все это дело обрабатываем, и собираемся дополнять дальше неограниченное количество времени, вот, это мои контакты, пожалуйста, можете заскриншотить, буду очень рада, если вы напишите, буду очень рада сотрудничеству, вот наш сайт MediaIQ.by, вот это наша группа в Facebook, где мы рассказываем про разные абсурды, которые происходят, которые мы находим, всех приглашаю вступать, вот, спасибо большое за внимание. Алёна, спасибо огромное, мне кажется, что на вашей карте хотят оказаться все, кто здесь присутствует сегодня, безусловно, и, конечно же, ваше приглашение присоединиться к сообществу самых младших участников, которые реконструируют медиаискажения и MediaQteens, мы с удовольствием примем, я думаю, что все и немедленно подпишемся уже в течение этого мероприятия. Спасибо большое, да, и я хочу пригласить вообще вот вас, быть может, давайте сделаем что-то вместе, давайте организуем что-то, вот, у нас есть хороший опыт уже делать большой медиафорум с партнерами, и давайте, может быть, используем ресурсы друг друга для того, чтобы что-то такое еще замутить. Безусловно, мы, собственно, ради этого все сегодня и собрались, чтобы нашипать вот эти точки сотрудничества, поговорить друг с другом и понять, что мы вместе можем сделать, конечно же. И мы идем дальше в нашей белорусской части, и мне хочется дать слово Яне Гончаровой, которая как раз работает с созданием и продвижением экспертного сообщества, организаций, институций, которые работают с областью цифровых прав. Эта тема, эта проблематика вообще сегодня является чрезвычайно актуальной, собственно, как и в существующем контексте. В существующих контекстах ее только, на мой взгляд, еще больше актуализируют. Яна, пожалуйста, расскажите подробнее о том, чем вы занимаетесь. Спасибо, Екатерина. Как уже Екатерина сказала, меня зовут Яна Гончарова, я из Беларуси, я из белорусской организации Human Constant. Мы занимаемся разными темами на самом деле, и одна из них это цифровые права и все, что касается прав человека в диджитал эпоху. Сейчас, как уже сказали, это супер актуально, потому что даже сейчас мы все сидим в зубе. и медиаграмотность у нас, наверное, не самый важный фокус, но мы в любом случае с ней работаем по одной из стеночек, потому что это все супер связанные вещи. И наш проект, который мы реализуем с ГИОТ-институтом в Минске, он называется Cyberty, да, кто-то называет его Cyberty, я называю его Cyberty, мне кажется, это прикольнее. И в рамках проекта у нас несколько, на самом деле, тоже активностей, в основном они все направлены на просвещение, мы делаем мастер-классы, тренинги, школу, разные мероприятия, и, кажется, ковид очень сильно подстроил наши планы по-новому, нам пришлось очень многое поменять, и вот среди вопросов, да, какое у нас достижение, наверное, я пока что могу сказать, что наше самое главное достижение, что мы все-таки смогли это сделать, потому что, в смысле, переформатировать вот все, что мы запланировали, очень большое количество классных, крутых ивентов, там, где очень важно общаться друг с другом и доносить ценности, потому что цифровые права сами по себе это хорошо, но для нас очень важен ценностный подход и рассказывать, почему это важно, что именно, что это про права человека прежде всего, вот, и проект у нас начался на самом деле в апреле, за это время мы сейчас уже провели несколько мастер-классов по защите персональных данных для некоммерческих организаций, и вообще у нас две основные, наверное, такие аудитории, это некоммерческие организации, чтобы они сами понимали, что такое цифровые права, почему они тоже должны об этом задумываться, и вторая аудитория, это миллениалы, молодежь, их мы, в принципе, пытаемся перетащить на вот эту сторону добра и рассказать, что персональные данные это важно, двухфакторка это тоже важно, хотя защита цифровой, как-то цифровая безопасность, это тоже немножечко параллельная тема, но в чем, мне кажется, важность такой работы совместной и проектов по медиаграмотности, и проектов по цифровой безопасности, это в том, чтобы создать вот это комплексное видение того, что это все примерно об одном, что это все вообще существует, и вот это понятие цифровых прав, оно, в принципе, всегда включает вот эти все вещи, и поскольку, поскольку у нас сейчас вся жизнь она так или иначе связана с интернетом, с технологиями, повышать свои компетенции, навыки в этой сфере это критически важно, вот, и одна из вещей, которой, ну, мы пока еще не гордимся, но уже начинаем, наверное, мы хотим осенью провести, наверное, в Беларуси такую одну, я бы даже, наверное, рассказала первую кибершколу, школу для киберюристов, то есть мы будем готовить юристов, давать им ценностную составляющую цифровых прав человека, и также важные знания по киберправу, потому что связано с правом в интернете, не только с правом человека, но и вообще с правами, мы сейчас в активной фазе в подготовке к этой школе, надеемся, что все-таки получится провести ее в оффлайн формате, но готовимся также и к онлайн формату, вот, и, ну, еще одна из важных частей это просвещение, то есть мы готовим разные статьи на тему, что такое цифровые права, наверное, самый первый важный вопрос вообще, что это такое, вот, недавно подготовили такой, небольшую статью про то, как зумится безопасно, тоже в рамках статьи нарисовали такие вот картиночки, потому что часто люди сидят в зуме без картинок, чтобы напоминать остальным про цифровые права, мы туда нарисовали несколько важных месседжей, ну, про цифровые права, что там, и про право на приватность, и про то, что там моя частная территория, и так далее, вот, я, я, наверное, могу быстренько, прям, очень быстренько показать, показать, так, вы не видите сейчас мой экран, опа, это, собственно, да, картиночки вот эти вот, я потом скину ссылочку, можно будет скачать, у нас есть сайт, очень простой, самый простой на Тильде, да, через который мы там стараемся все доносить, тоже можно посетить, и записаться там на какие-то мероприятия, которые у нас все еще будут, например, завтра у нас еще будет тренинг, все еще будет тренинг по мастер-классу по защите персональных данных для некоммерческих организаций, так что, если вам интересно, тоже записывайтесь, вот, здесь же вот все эти статьи. Собственно, наверное, это такое коротенькое, коротенькое, что я могу рассказать, если будут какие-то вопросы, обязательно пишите, и контакты я, конечно, скину тоже организаторам. Яна, спасибо огромное, безусловно, текст, как зумится безопасно, мы, его важность мы наблюдаем прямо сейчас, поскольку некоторые участники с другими ценностями пишут в чат сообщения и не того содержания, которым нам хотелось бы видеть, поэтому, дорогие зрители, пока мы приглашаем вас писать вопрос нашему организатору, Денису Меркулову, и он их будет присылать в общий чат, пока это наше такое оперативное решение. И мы идем дальше, и мне хочется дать слово Сергею Нугаеву, который представляет проект, который занимается технологическим образованием, программированием, то есть немножко с другой, вот с прикладной, технологической стороны посмотреть на ту тему, которую мы сегодня обсуждаем. Сергей, вам слово, пожалуйста, расскажите о себе. Да, привет, привет всем, спасибо за приглашение, и сейчас я буду развеивать миф о том, что мы занимаемся только программированием, потому что времена изменились немного. Вот, давайте я поставлю вам презентацию небольшую и правильно с ней расскажу, что же мы делаем такое. Видно? Ну, в общем, да, мне никто не может ответить, я буду надеяться, что видно. Отлично, отлично. Так, сейчас слайд с текстом, но я параллельно буду рассказывать, что же мы делаем. Кружок — это проект, который изначально задумывался как образовательный, но сейчас такой микс между медийным, культурным, документальным, поэтому вот так формулируем, что это образовательный документальный проект. Нам всего лишь три года, и, ну, небольшая команда, вначале, когда мы начинали, то у нас там было буквально четыре человека, которые задались целью, так как эти четыре человека до сих пор занимаются образованием в самых разных форматах. Да, в основном технологическим образованием мы занимались, но вот на момент создания, три года назад, мы подумали, что почему бы не взять и проверить, как вообще в регионах, причем не в таких регионах, как Екатеринбург, или там Новосибирск, ну, то есть не в крупных городах, а наоборот, в деревнях, селах, в малых региональных городах, взять и проверить гипотезу о том, что там вот это вот не то чтобы современное, но актуальное образование, которое связано с тем, что вообще нас в мире окружает, попробовать, востребовано оно там или нет. Ну, естественно, это невозможно взять и попробовать. Просто пальцем в небо, создав какой-нибудь онлайн-курс, надо туда ехать и пропитываться, и все смотреть, и делать руками. Вот, и мы тогда придумали формат, который является основным форматом кружка, такие гастроли в регионах, мы их так называем, образовательный тур. Мы ездим в небольшие города, села, деревни, и там проводим временные школы подростков, бесплатные, как правило, недели или две, и за время этих школ они проектно-ориентированные. Ребята создают сами, от и до, документальные медиапроекты о том, как они живут, как живет их место, как живут люди в этом месте. Вот, и, ну, изначально, да, задавшись образовательной целью, да, такой, как бы, скорее, про любопытство, мы в итоге пришли, став, приобретя какую-то известность в определенных кругах, стали ответственными за более широкую повестку, которая касается не только образования, но и такого социально-культурного слоя. Вот, и что же нам получилось сделать за три года существования проекта, нас получилось сделать 19 таких учебных программ в городах, деревнях, селах, где-то 350 студентов через нас прошло, это было два с половиной года поездок, мы надеялись, что 2020 год тоже станет годом поездок, но пока непонятно, мы запланировали на этот год еще 8 мест, но пока что сидим дома и пытаемся что-то там делать, ну, онлайн, да, либо просто осмысляем, улучшаем те программы, которые у нас есть, для того, чтобы, когда мы сможем слезть с чемоданов и можно будет поехать, собственно, двинуться в регионы, мы пока что считаем, что все-таки доверяться тем новостям, тому новостному фону, который был создан для определенных целей, и говорить нам о том, что эпидемия побеждена везде и всюду, вот, мы этому не доверяем, и пока что соблюдаем такую этическую позицию, чтобы подождать и посмотреть. Вот, такое количество, и что же происходит вообще во время этих школ, почему это кому-то нужно, и почему это что-то новое, и, ну, есть ли тут действительно чем гордиться, решать зрителям, есть ли чем гордиться, но я расскажу, что у нас получилось вот с подростками сделать из вот этих вот проектов 10 сайтов мест, ну, часть школ у нас была посвящена, изначально мы начинали школы, посвященные веб-разработке, и, естественно, результатом такой школы должно стать, должен стать сайт, сайт о месте, да, в котором люди живут, но после того, как мы стали более известными и как, ну, к нам начало приходить довольно много заявок, ну, то есть у нас несколько десятков сейчас активных заявок из регионов, и мы не можем себе позволить, учитывая, что мы занимаемся проектом параллельно с основными работами, вот, мы не можем себе позволить совершать, за год хотя бы объехать мест 30-40, мы вот можем сделать 8-10 мест, вот, с учетом этого мы начали думать, как бы нам становиться более гибким и начали отвечать на запросы также наших друзей, либо просто тех, кто заинтересовался нашим проектом, при этом имеет какую-то классную экспертную, классную экспертизу в области музыки, либо в области журналистики, в области архитектуры, и так у нас появились вот новые школы, например, школа музыки, мы провели ее в городе Вязьма, и подростки там записали музыкальный альбом, который попал в топе пендекс музыки, школу журналистики в деревне Сардаял мы провозили, где преподавателями были наши друзья-журналисты, сделали газету, которая потом оказалась во многих местах физических, в Москве, Казани, Петербурге, ее же короле нам до сих пор пишут, просят какой-нибудь экземпляр из тиража, чтобы мы отправили, сделали урбанистическую концепцию для города Гусь-Хрустаньо, ну, то есть подростки сделали под началом преподавательницы, ну, и у нас есть несколько историй того, как кружок помогает подросткам, ну, в таком профориентационном ключе, да, но очень трудно же замерить на самом деле, ну, как это повлияет на жизнь, потому что у подростка очень много еще гипотетически впереди, и много самых разных факторов, которые могут оказать то или иное влияние, но когда мы видим, как, например, наш студент начинает зарабатывать веб-разработкой в девятом классе, он живет в городе Вязино, его там директор школы приглашает на работу, вот, а он отказывается, потому что у него есть уже приложение там еще делать какие-то заказы, брать по веб-разработке, то мы понимаем для себя, что, наверное, какую-то роль мы в этом сыграли. Вот, ну, и попутно мы снимаем документальные фильмы, как-то выступаем на разнообразных конференциях, как на этой, вот, и всячески рассказываем о том, что такое регионы, вот, таким образом мы, как бы, связываем два, у нас две аудитории, одна это место, это подростки, с которыми мы непосредственно взаимодействуем, а другая история, это когда мы привозим результат об этом месте, даже не о подростках, которые там живут, а об этом месте, то получается очень многие люди, широкая аудитория из крупных городов узнает, и она узнает о жизни региона не через наши какие-то призмы, да, она, по сути, узнает самым коротким способом, через взгляд подростка, который живет в этом месте. вот, так, пойду на следующий слайд, ну, еще, наверное, самый крупный наш проект, мы сделали культурный фестиваль в деревне Сардаял, может быть, кто-то знает, например, о таком фестивале, как Териберка, известном, вот мы когда-то по приглашению наших, по приглашению директора школы в Сардаяле и вообще друзей наших из деревни, они такие говорят, приезжайте как-нибудь к нам летом, мы хотим там сделать костер дружбы, собрать из соседних деревень людей, в общем, сделаем такой фестиваль, может, вы нам как-то участвуете, мы подумали, да, что же, почему бы не сделать, вот, решили отстроиться от лучших практик, в частности, вот там, от Териберки, в итоге получился культурный фестиваль на 300 гостей, вот, на 40 спикеров, более 30 партнеров самых разнообразных, вот, и там, школьный зал, который вы сейчас видите на фотографии, в который мы ходили, там, на переменках, когда в первый раз приезжали в Сардаял, вот, в заснеженном Сардаяле, ходили в школьный зал, чтобы между занятиями поиграть с ребятами, покидать мяч в кольцо, вот, во время фестиваля, спустя несколько месяцев, этот фестиваль, этот зал превратился в место, где группа СБПЧ дала концерт, вот, так это все выглядело, это, наверное, просто тоже важная веха в нашем становлении, и мы себя просто не ограничиваем, не зацикливаем только на школах, да, то, что получается делать, то, что мы видим, может дать какой-то импульс для развития места, и при этом построить новые горизонтальные связи, то мы и делаем. И вот такой есть слайд, может быть, он немножко такой похвальский о том, кто о нас рассказывает, но это такое предусловие к ответу моему о том, чем же стоит вообще гордиться. Гордиться стоит не этими публикациями, и самый главный наш успех не в этих публикациях, а в том, что кажется, что мы встали в ряд с немногими теми проектами, которые создают какую-то новую норму, и они создают новую норму не про медиаграмотность даже, это про норму соучастия в том обществе, в котором мы живем. И я думаю, что неважно, Россия, это Украина, Беларусь, Казахстан, либо какая-то другая страна, но я думаю, что вот как раз для этих стран это особенно актуально, когда, в общем-то, люди видят, что это интересно, что это их касается, что это можно рассказывать совершенно об этом иначе, и что люди находят какие-то цели в этом, начинают смотреть в эту сторону, кажется, что это один из самых больших успехов, о котором мы, в общем-то, и не мечтали, когда начинали это еще делать. В общем-то, я уже говорил, что мы делаем это, параллельно сработает, все не коммерческий проект, поэтому вы можете нас поддержать, либо просто подписаться на наши соцсети, посмотреть наши фильмы на YouTube, я отдельно сейчас скину в чат ссылку на сайт и на YouTube-канал. Вот такие дела. Заканчиваю. Шеринг. Спасибо большое. Спасибо большое, Сергей. Очень интересный рассказ на новом языке, который мы сегодня все больше начинаем использовать. Это и новая норма, и локальность, и фиксация реальности глазами подростков, и самое главное, о чем вы говорили, что это те ребята, которые живут на тех территориях, о которых они рассказывают. Это совершенно иной, мне кажется, взгляд, иной способ просмотра, вот этой реальности. И очень здорово, что он теперь доступен и нам тоже. Спасибо большое. Спасибо. И мне хотелось бы предоставить слово Виктории Романюк, заместитель главного редактора портала StopFake из Украины. И мы возвращаемся уже, сделав вот такой круг, возвращаемся опять к актуализации нашего контекста и к проблеме верификации и проверки информации. Виктория, сейчас, пожалуйста, расскажите о том, какими инструментами, собственно, вы пользуетесь, и как вы просматриваете вот эту реальность сегодняшнюю. Спасибо за приглашение. Для меня большая честь быть в кругу друзей и коллег, и я также знаю многих из вас, для меня всегда очень приятно увидеть в афише знакомые лица, поэтому с вашего позволения я попробую сейчас открыть экран. Так, я попробую сейчас делать больше, наверное. Друзья, как уже сказала Екатерина, я представляю проект Ступфейк из Киева, и наш проект возник в 2014 году, в марте, во время революции достоинства, и фактически этот проект возник как определенная необходимость, просто жизненная необходимость в тех условиях, потому что тогда мы фактически тонули в дезинформации, неправде и профессиональным журналистам, политикам, преподавателям университета, было очень сложно понять, что происходит, не говоря уже о обычных людях, и тогда мои коллеги, я еще не была, не работала в этом проекте, собрались просто в Могилянской школе журналистики и решили что-то сделать для себя, хотя бы для себя какую-то сделать такую платформу, которая бы на какое-то время нам давала возможность разобраться с информацией, дезинформацией, правдой и неправдой, которая окружала нас в то время. Так вот, как я уже сказала, проект Стопфейк возник на базе Могилянской школы журналистики, это национальная Могилянская академия в городе Киеве, и здесь я бы хотела сказать о том уникальном синтезе, который, наверное, нас отвечает и дает возможность реализовывать огромные проекты, потому что это преподаватели университета, это аналитики, я сама есть доцентом Могилянской школы журналистики и заместителем главного редактора, главного директора школы журналистики, и здесь работают аналитики в нашем проекте Стопфейк, здесь работают преподаватели, и здесь работают студенты и PhD-докторанты, которых мы тоже готовим, и с которыми мы работаем, которые потом остаются работать в проекте Стопфейк в качестве чекеров и аналитиков, и вот этот вот синтез, где соединяется наука, аналитика, образование и реальная работа, она дает нам уникальные возможности для и анализа, и создания таких глобальных проектов. Чем занимается проект Стопфейк? Ну, конечно же, основная сфера нашей деятельности это регулярный мониторинг российских и украинских СМИ на предмет ложной информации, дезинформации, пропаганды о событиях в Украине. Конечно, мы всегда говорили, и не секрет, что проект Стопфейк это такой главный флагман в борьбе с российской пропагандой, в том числе и дезинформацией, и мы уже 6 лет занимаемся таким профессиональным мониторингом, то есть ежедневно мы мониторим российские и украинские СМИ, и также мы занимаемся опровержением и анализом ложной информации, это верификация информации фактчекинг и разъяснение способов противодействия пропаганде мы публикуем наших материалов и делаем переводы статей на европейские языки. Как уже сегодня говорилось, задавался вопрос, в общем-то, какая же наша целевая аудитория, целевая аудитория ступфейк чрезвычайно широкая, и мы в самом начале понимали это, мы вот Кабуллин сегодня говорила, что очень важно как бы подойти к разным, в разной целевой аудитории, так вот, мы тоже в старте, на старте нашей работы мы понимали, что очень важно достучаться к разной целевой аудитории, мы понимали, что не все, например, украинцы читают онлайн-сайты, не все являются активными пользователями социальных сетей, хотя нам кажется это странным, но тем не менее далеко не все, и социологические опросы это показывает, очень много людей, которые получают информацию исключительно из телевидения, и традиционных СМИ, именно поэтому мы сегментировали нашу деятельность, и как я уже сказала, что мы переводим наши статьи, у нас 13 языковых служб, которые интенсивно работают для западноевропейской аудитории, это европейские языки, у нас три ежедневных телешоу на трех языках, английский, украинский, русский, которые выходят в социальных сетях на ютуб-канале, в фейсбуке, но и также выходят на главном канале Суспильном в Украине, и это тоже как бы наш такой очень-очень позитивное сотрудничество с Суспильным, потому что мы просто так отдаем наш контент, который транслируется в различных регионах Украины, и здесь мы ориентируемся собственно на людей из глубинок, из каких-то небольших сел, городов, которые не, может быть, не так активно пользуются социальными сетями, как мы, но больше ориентируются на телевидение, здесь мы готовим такие телевизионные программы, одну из программ как бы «Веду я», и в этой программе я не только рассказываю о фейках, о том, что была правда, что нет, но здесь мы рассказываем о технологии пропаганды, дезинформации, медиаграмотности, мы в последнем выпуске рассказывала о фальсификациях с фотографиями, как могут подделать исторические фотографии, почему очень важно работать со своими эмоциями и так далее, то есть это таким простым доходчивым языком и в нашем таком главном канале «Суспинном» рассказываем людям о медиаграмотности и о технологиях пропаганды, дезинформации и о медиаманипуляциях. Также у нас есть еженедельное радиошоу на русском языке, которое мы также предоставляем нашим дружественным партнерским радиокомпаниям, которые это транслируют у себя, и мы несколько лет тому назад издавали газету для жителей предфронтовых территорий, это газета о медиаграмотности, которая называется «Твое право знать». На самом деле это такая вот наша академическая, аналитическая, преподавательская работа, может быть, на первый план кажется перешла в сферу реальной журналистики, так и есть, потому что на самом деле у нас, я, например, есть редактором русской версии ступфейк, русскоязычной версии ступфейк, да, и являюсь доцентом, и очень многие выпускники, докторанты нашей школы, они также работают у меня фактчекерами и проверяют информацию, и, конечно, с одной стороны кажется, что мы перешли в поле практической работы, но это на самом деле не так. Мы поняли сразу же, что очень мало и недостаточно просто показывать по телевизору какие-то сюжеты и рассказывать, почему та или иная информация является неправдивой, и мы поняли еще в 2016-15 году, что очень важно изменять сферу образования, очень важно заходить заходить к аудитории, наверное, со школы, и поэтому мы реализовали ряд огромных проектов по медиаграмотности. Один из таких проектов был посвящен изменению учебных планов в университетах на специальностях журналистики, это было в 2016-м году. Мы реализовали проект, который называется фактчекинг университетов, и вместе с руководителями программ по журналистике медиакоммуникации из украинских университетов, в том числе и преподавателей, мы разработали учебный план по фактчекингу, и тогда в этом проекте нам помогали наши коллеги из Беллинкет, они рассказывали о инструментах перепроверки информации, как мы рассказывали о тех инструментах, которые пользуются СтопФейк, и также вместе с академическими представителями, с преподавателем, мы вместе думали, каким образом эти практические инструменты мы можем интегрировать в образование учебные планы. Это вот такой проект, и еще один проект, которым я очень горжусь, это проект, который, это не проект СтопФейку, но мы являемся партнерами и организации АЭКС, и с самого, ну, где-то, наверное, с 2015 года мы дружим и сотрудничаем с АЭКС в Украине в контексте разработок различных программ по медиаграмотности, начиная от программы медиаграмотности для общественных, скажем так, представителей, библиотекарей, сотрудников различных культурных клубов и так далее, и так далее, таких социальных пространств, и сейчас мы работаем над проектом изучай и разрезняй, отличай, да, изучай и отличай, это проект по медиаграмотности для школ, и сотрудники, аналитики СтопФейка принимают активное участие в качестве творцов программ по медиаграмотности для различных предметов, то есть мы работаем над такими предметами, как украинский язык, история, литература, искусство, поскольку я в своем далеком прошлом еще являюсь кандидатом культурологии, то мне досталась работа с школьным предметом искусства, и мы туда интегрировали элементы медиаграмотности, и для меня это, наверное, была самая сложная работа в моей жизни, потому что нужно было подумать, каким образом можно детям рассказывать о искусстве и работать в сфере искусства, в общем-то, но использовать инструменты медиаграмотности, и, конечно же, мы очень дурожим этим партнерством, этой работой, и имеем огромный опыт различных наработок и разработок уроков для общеобразовательных школ, и, конечно, уже сегодня говорилось, пандемия очень изменила наши планы в работе, несла коррективы, и я здесь тоже поддерживаю моих коллег, которые говорили что-то случилось, да? в том, да, Виктория... Викторию, Вика! Коллеги, давайте подождем еще буквально несколько секунд, если Виктория подключится, то завершит свое выступление, если нет, то тогда мы чуть-чуть попозже ей дадим эту возможность обязательно. Нет, я думаю, что пока, к сожалению, этого не произойдет. Мы завершаем нашу первую часть, такую презентационную, да, и, собственно, завершают ее организаторы, и сейчас Виктория и Ксения расскажут нам о главных достижениях проекта How to Read Media, как читать медиа за эти годы. Коллеги, пожалуйста, и мы пойдем дальше уже. Друзья, я прошу прощения, у меня к нам вернулась. Очень хорошо, Виктория, пожалуйста, пожалуйста. У меня несколько тезисов, и я прощаюсь, как бы, ну, передаю слово другим участникам, меня слышно, видно, да? Да, все в порядке. Хорошо, да, ну, в общем-то, как я уже сказала, что коронавирус изменил некоторые наши планы, и мы, как и многие другие коллеги, были вынуждены создать вкладку на нашем сайте о коронавирусе, рассказывать о различных фейках, делать об этом видео-выпуски, и становиться в какой-то степени сотрудниками Министерства образования, и рассказывать, почему были приняты решения относительно карантина, и, в общем-то, становиться медиками, рассказывать, почему и как, что нельзя принимать. В общем, мы увидели, что огромное количество фейков в этой тематике появилось, но важным достижением в этой области, мы, важным достижением в этот период является наше партнерство с Facebook, потому что нам, мы присоединились к международной International Checking Network, и, в общем-то, прошли сертификацию, что позволило нам получить сотрудничество с компанией Facebook, и теперь мы являемся фабчекерами компании Facebook, проверяем информацию в украинском сегменте компании Facebook, в социальной сети, но мы не просто проверяем эти новости, мы также публикуем опровержение неправдивой информации у нас на страницах, у нас есть также раздел фактчек для Facebook, и, в общем-то, на основе наших опровержений Facebook маркирует неправдивую информацию, и читатели могут увидеть, что это неправдивая информация, что это ложь, и, в общем, мы даем такое пояснение, почему это ложь. На самом деле для нас это действительно одно из главных достижений, потому что мы как бы мы теперь имеем возможность мы теперь имеем возможность непосредственно принимать участие в таком каком-то отсеивание контента в социальных сетях, и говорить нашей аудитории, объяснять нашей аудитории, что есть правда, что нет в социальных сетях. И за эти шесть лет ступфейк получил достаточно большое признание в мире, и на нас ссылается, и для нас это есть очень важным таким достижением, но самое главное, о чем я хочу сказать, и, в общем-то, если говорить какой-то гордости и достижения, это у нас не публикации в Нью-Йорк Таймс, CNN, и BBC, и, наверное, самое главное, это когда ты получаешь сообщение от небольшой какой-то общины из маленького села, которая пишет тебе о том, что большое спасибо, что вы остановили эту неправду, это неправда касалось наших друзей, наших знакомых, и мы имели очень большие проблемы со своими соседями, и только благодаря вашему опровержению мы смогли доказать, что мы, что это неправда, и ваши опровержения смогли предотвратить какую-то агрессию к нам. И вот такие случаи на самом деле являются очень важными для нас, и комплексный подход, образование, верификация информации, и объяснение процессов медиаграмотности, я думаю, что это единственный эффективный способ работы с аудиторией и работы в сфере медиа, образования, медиаграмотности, вообще в сфере информации. Виктория, спасибо большое, мне кажется, что этот кейс с общиной, он про близость к аудитории, и про то, что действительно вот то, что вы делаете, может повлиять на качество жизни людей. Абсолютно. Спасибо большое, и я передаю слово Виктории Калинина и Ксении Лученко, которая завершит эту первую часть нашу презентационную рассказом о нашем проекте «Как читать медиа». Коллеги, пожалуйста. Да, Катя, спасибо, я, наверное, начну. Анна Шулер уже немножко рассказала про «Как читать медиа», проект Геотинститута и Кольты при поддержке ЕС в своем вступительном слове, и я постараюсь максимально коротко добавить про наши целевые группы итоги работы с ними. Если совсем коротко, еще раз, то мы про критическое мышление, про способность ориентироваться в современной медиапространстве, про способность отличать правдивую информацию от фейков, мы говорим о защите персональных данных, о защите личных данных, аккаунтов, об этике, дебатах в интернете, борьбе с троллями и кибербуллингом. И в рамках нашего проекта мы ведем работу сразу в нескольких направлениях. Прежде всего, это наше оффлайн-мероприятие. Так, проект организует семинары для сразу нескольких целевых групп. Это трехдневные тренинги по медиаграмотности для подростков. Они включают в себя как теоретическую, но при этом максимально интерактивную, так и практическую части. Это однодневные тренинги для учителей, это работа со студентами в вузах, а также это открытые лекции буквально для всех нас, для всех заинтересованных в мире медиа. Несомненно, да, коронавирус внес определенные изменения в нашу работу. Мы были вынуждены перейти в онлайн, в том числе и с нашими оффлайн мероприятиями. Так мы провели ряд ивентов напрямую связанных с инфодемией. Это были прежде всего кампания в социальных сетях по проверке информации. Я согласна со всеми коллегами, которые говорили до меня, в том числе вот эта Виктория очень подчеркивала, что это действительно было максимально актуально, потому что проблема фейков связанных с вирусом она стала очевидной, и о ней говорили все. Также это онлайн мероприятия, вебинары на тему фактчекинга, это вебинары на тему создания медиа для подростков, что мы тоже считаем было очень своевременно, поскольку очень многие, практически все подростки, школьники, они остались дома из-за карантина, и они смогли как раз поучаствовать в мероприятиях о том, как создавать мобильное кино, как создавать анимацию, что такое VR и так далее. Также мы публиковали серию мнений экспертов об инфодемии, о других последствиях коронавируса и карантина, и мы организовали сотрудничество с популярным сервисом по подписке на электронные книги. Мы делились кодом бесплатного доступа буквально со всеми нашими подписчиками. В совокупности, если говорить и про онлайн, и про оффлайн, нам было проведено 24 тренинга, в том числе 5 вебинаров для подростков, это 750 участников, это 13 тренингов для учителей и 250 участников, педагогов, также мы организовали порядка 15 просмотров интерактивных лекций в вузах, это три, по-моему, сотни, 300 студентов, а также провели 18 публичных лекций в регионах России и два публичных онлайн обсуждения онлайн. И общее число людей, просто заинтересованных медиа, которые посетили эти мероприятия либо посмотрели онлайн, это более полутора тысяч человек. И конечно все эти цифры они на порядок превосходят те, которые были запланированы в самом начале нашего проекта. Также мы занимались производством медиа, мы создавали контент в сотрудничестве с художниками, дизайнерами, а также с другими порталами и экспертами мира медиа. Также было осуществлено несколько крупных совместных проектов с такими партнерами, как, например, серия подкастов с Тарзамасом, серия публикаций совместно с N+, 1 в рамках проекта Новая Этика, это документальный сериал о кибербуллинге совместно с такими делами, мультсериал об отношениях детей и родителей к цифровой эпоху. Мы работали с блогерами и инфуенсерами для продвижения идеи медиаграмотности среди молодежи, потому что мы всегда боялись, что, поскольку наша целевая аудитория это подростки, это молодежь, мы все время боялись, что они будут нас воспринимать как таких взрослых людей, которые пришли и начинают их учить жизни. Поэтому мы всегда искали какие-то способы говорить с ними на их языке и использовать те каналы, которые удобны им. Что касается нашего контента, то мы частично познакомим вас с ним чуть позже, в перерывах, и хочется подчеркнуть, что, наверное, этот вот онлайн-контент, все то, что мы произвели, тесты, тексты, лонгриды, подкасты, мультфильмы, документальные сериалы, это то, чем мы бы с удовольствием делились другими проектами. Мы бы очень хотели, чтобы их действительно посмотрело как можно больше людей. Кроме того, в рамках нашего проекта мы проводили субгранты, мы успешно реализовали три субгранта, два из них были связаны с производством медиа, и еще один с разработкой семинаров для подростков. И мы считаем, что вот это вот многообразие самых разных мероприятий онлайн, офлайн, самых разных так называемых медиа-айтем, того контента, который мы произвели, они нам позволили как раз обращаться ко всем нашим целевым аудиториям через удобные для них каналы и говорить именно на том языке, который удобен им. То есть практически любой человек, относящийся к аудитории нашего проекта, он может найти что-то, что будет ему интересно. И что касается тем, я думаю, что Ксения сейчас либо чуть позже добавит, потому что на самом деле наши приоритеты частично тоже немножко менялись по ходу. Если говорить, например, про учителей, даже не только про учителей, а про всех, кто работает, и про педагогов, не только школьные учителя, то они не были нашей целевой аудиторией в самом начале проекта, но где-то примерно уже через полгода стало очевидно, что запрос на тему медиаграмотности от них такой же высокий, как от подростков, от молодежи. Поэтому мы решили, что с ними мы тоже должны работать напрямую. Добрый день. Я, наверное, немного буду добавлять, чтобы я лучше в следующей части поучаствую. Единственное, что про учителей я могу добавить, что да, это был такой экспромт, но мы про него на самом деле рассказывали уже год назад, на нашей конференции первой. с тех пор мы просто провели еще сколько там десять семинаров для учителей, что каждый раз, когда мы проводили для школьников наши тренинги, к нам приходили взрослые, которые, собственно, приводили. Все время спрашивали, а можно посидеть, а можно мы тоже послушаем, а можно мы тоже поучаствуем. Но мы их, конечно, выпроваживали, потому что ясно, что дети не могут себя спокойно и естественно чувствовать, когда взрослые тоже с ними как бы типа наравне участвуют на самом деле и все равно кажется, за ними смотрят, тем более, что у нас тренеры такие молодые, модные, с ними подростки находят общий язык, а при своих учителях им уже немножко неловко. Ну и мы подумали, что так как у нас тренеры все равно по очереди задействованы, то мы можем, наверное, учителям тоже что-то предложить. И это ни в коем случае не медиапедагогика, в том смысле мы их не учим, как заниматься детьми медиаграмотностью, потому что сначала надо обучить собственно с этими медиаграмотностью, чтобы они что-то могли транслировать, а скорее такой, ну тоже такой немножко, такой психотерапевтический немножко эффект это все имеет, чтобы они не боялись, во-первых, взаимодействовать с детьми в этом пространстве, да, чтобы они не вот эту вот свою инерцию запрещать, не пущать, как только им что-то непонятно, немножечко придержали. Вот, то есть у нас такое просвещение направлено на какое-то улучшение отношений, да, и на то, чтобы они перестали кошмарить детей и сами себя чувствовали более комфортно в этих обстоятельствах, вот, и мы, собственно, на это рассчитывали этот наш тренинг для учителей, который, в общем, он такой короткий и скорее ознакомительный, но он имеет вот такое направление, да, то есть мы в меньшей гораздо степени учим, собственно, передавать какие-то медиаграмотные навыки, а в большей степени именно отношения, взаимодействия, какому-то просто пониманию, да, того, как устроено это медиапространство, что там, собственно, делают дети и как там можно с ними взаимодействовать без взаимного страха. Вот, ну, это такое просто дополнение про эту нашу часть тренинговую, я думаю, что мы лучше, я если что-то скажу, содержать в следующем нашем туре, поэтому спасибо всем большое, очень было интересно вас послушать. Спасибо большое, коллеги, я думаю, что эта презентационная часть была полезна, то есть ее предназначение, конечно же, было в том, чтобы еще раз посмотреть друг на друга и понять, кто чем занимается. Теперь мне бы хотелось предложить вам для обсуждения несколько вопросов, связанных как раз вот с существующим контекстом и тем будущим, в котором мы окажемся через некоторое время, и первый вопрос, безусловно, конечно, связан с инфодемией, уже звучали сегодня тезисы в этой проблематике, я зацепилась за идею, которую говорила Гулим, когда говорила о том, что у фейков есть волны и что вот только ты преодолел одну волну, сразу же наступает следующий, все начинается снова, и тут, конечно, главный вопрос а как вообще можно ли достичь какого-то устойчивого эффекта вот на этих волнах в этом море, да, искажения информации, в котором мы сегодня находимся, звучали тезисы о сложности работы с разными аудиториями такие организационные, да, когда мы все ушли в онлайн, и, собственно, хочу спросить у наших участников, у наших спикеров, какие вообще задачи, кажутся вам приоритетными сегодня в этой проблематике, в этой теме медиаграмотности, что нужно решать вот в первую очередь, на что нужно обратить внимание, как вам кажется? кто будет первым, ну, раз я перехватила микрофон, мне кажется, очень важная вещь, которую первым делом нужно, наверное, осознать возможно самим, ну, и дальше идет по нарастающей, что это дело долгосрочно, вот для меня медиаграмотности, вообще все проекты по медиаграмотности, для меня это марафон, она может быть каким-то коротким забегом местами, на какую-то там часть системы медиаграмотности, там, не знаю, быстренько сделать тренинг там на 30 человек и обучить их инструменту по фотофактчекингу, например, медиаграмотности, но мне кажется, если мы говорим про общую штуку такую, как некий всеобучий, это, конечно, утопия, я, например, это воспринимаю как утопию, мы не можем бороться с, как теперь уже, с новым термином, да, и слово эпидемия, не знаю, там, даже если мы все наши проекты встанем в ряд и будем там представлять, что мы там с шашкой на голову идем против какого-то там Саурона и так далее, ну, это реально Саурон, вот, и против него как бы, ну, бороться сложно, но надо. Мне кажется, главная вещь понятна, во-первых, это долгосрочно, во-вторых, это все время иногда будет повторение одного и того же. Люди, которые работали в редакциях, новостных тем более, они знают, что иногда это кажется, что ужасно грустно, потому что вроде только там, не знаю, обучил себя сам, обучил редакцию каким-то определенным навыком, как производить, как делать качественные новостные сюжеты, и ты понимаешь, что там, не знаю, прошло там полгода, и надо все заново опять рассказывать, опять надо обучать, опять надо показывать какие-то новые примеры, но так и здесь. Только здесь это нужно делать постоянно. Возможно, поэтому нужно иметь в запасе некий пул людей, которые будут периодически меняться, потому что, как и в любой другой сфере, сфера, которая связана с эмоциональной вовлеченностью, с тем, что ты вовлечен в информирование, не просто информирование, а информирование, которое очень сильно влияет на качество твоей жизни, на принятие решений, которые ты делаешь ежедневно, вплоть до того, отпускать сегодня ребенка в детский сад, или все-таки ты боишься всяких фейков, не знаю, в каком-нибудь очередном страшном, ужасном педофилии и так далее, и так далее. Казалось бы, мне кажется, коронавирус уже четко дал понять, что есть там момент, когда мы раньше говорили, вот есть фейки для фана, есть фейки, потому что там кто-то кому-то вредит, да, и так далее, и так далее. А теперь мы понимаем, что любой, любой фейк, даже придуманный как шутка, может очень сильно повлиять на твою жизнь, причем даже если ты в нее не поверил, даже если у тебя развито критическое мышление, все равно это коснется кого-то из твоих родственников. Я, например, очень сложно коронавирус, скажем, из коронавируса я, скорее всего, выйду с потерей родственников, точнее, родственных отношений некоторых, потому что мне не удалось, причем учитывая, что мы постоянно рассказываем о том, как рассказывать людям с теорией заговоров, что это теории заговоров и так далее, что земля не плоская, что сону не надо нюхать, да, там, и так далее, и так далее. Очень сложно это делать, когда это делают, например, твои родственники, и ты понимаешь в какой-то момент, что ты уже не выдерживаешь, и ты тоже идешь на эмоциональное вовлечение, потому что это не просто тебе чужие люди, которым ты можешь спокойно, как бы, да, уравновешенно, очень трезво приводить какие-то долги. С родными людьми не получается. С родными людьми на какой-то момент ты не выдержишь и скажешь, блин, как-то это очень резко, либо уже там, ну, потому что ты за них больше переживаешь, чем за чужих людей. И мне кажется, вот эти вещи тоже очень важно понимать, что иногда советы, которые мы рассказываем, либо мы даем, иногда их сложно претворить в жизнь, именно потому что есть вот эти общечеловеческие вещи. И очень сложно, например, для меня лично удалось понимание, что в коронавирус есть целая когорта врачей, которые не работают в ковидных больницах, которые не работают на передовой, но очень уверены в том, что все там делается неправильно. Протоколы неправильные, ГОС, это, не знаю, там, главная организация враг и так далее, и так далее. И ужасно видеть, к чему ведут их советы, да, то есть они же предлагают, не просто говорят, что это неправильный совет, они предлагают альтернативные советы, они как бы заставляют людей усомниться в профессиональности, квалифицированности врачебной помощи, а это, на мой взгляд, это очень сильно и опасно. Это не просто трек в WhatsApp, который ты можешь обсмеять, да, либо отругать за то, что там они эту рассылку делают. И я понимаю, что часть каких-то моих родственников могут этим советом, советами воспользоваться, например, ну, может быть, даже я, если вдруг сильно заболела, может быть, даже я начинаю соду нюхать на всякий случай, вдруг, а вдруг, да, мало ли. Про шутки и фан, например, у нас на днях случилась, ну, смешная, на мой взгляд, история, которая, на самом деле, показывает, что медиаграмм нужна она нужна всем, не только детям в селах, не только взрослым в городах, она нужна власть имущим, чиновникам, преподавателям, журналистам, всем. То есть, медиаграмм, я по этому говорю, с одной стороны, утопия, всеобыча, но с другой стороны, это и должно именно так восприниматься. Это должно быть какой-то, не знаю, массовая, ковровая бомбардировка медиаграмменностью по всем фронтам, по всем возрастам, по всем направлениям. И очень важно, мне кажется, очень круто, что проектов по медиаграмм становится очень много, разный. В Казахстане тоже есть несколько проектов, которые занимаются. Мы занимаемся где-то с каждой своей нишей в чем-то, вот, но мне кажется, чем больше нас будет, и пусть даже мы будем пересекаться в каких-то темах, на пофиг, все равно у людей много. Мы не можем, один проект не может окончить, например, 17 миллионов, казахстанцев, либо 30 с чем-то миллионов людей в Узбекистане, которые живут в Казахстане. Чем больше проектов, тем больше шанс, что хоть часть этих людей пройдут хоть какое-то обучение, то есть даже базовое. Вот возвращаясь к шутке про Казахстан, сайт Панорама, наш любимый издательский дом, сатирический, который мы любим очень всегда цитировать и показывать на разных тренингах по видеограмм, рассказывать, что вот есть такой смешной сайт, который придумывает разные смешные шутки, которые очень похожи на реальные новости. Там можно уже делать целую, наверное, отдельную презентацию, сколько новостей шуточных сайта Панорама были приняты за реальные. В Казахстане это случилось. На днях у нас заболел наш первый президент Назарбаев, заболел коронавирусом, очень сранно заболел, потом очень быстро выздоровел, и на сайте Панорама появилась новость в кавычках о том, что будет создана вакцина на основе крови Назарбаева, так как у него есть антистила коронавируса, и вот на основе этой крови будут созданы вакцины. Соответственно, эта новость была расшарена частью медиа, в сетях и так далее. Мало кто на самом деле понял, что это шутка. Но самая смешная история была дальше, когда последовало официальное обновление провершения, но сайт Панорама теперь заблокирован в Казахстане. То есть власти посчитали, что это была реальная дискредитация либо что-то. То есть они этот сайт восприняли всерьез. С одной стороны смешно, с другой стороны грустно. То есть это тоже уровень в какой-то степени медиаграмм людей, которые принимают наверху эти решения. И мне кажется, это достаточно такой очень серьезный для меня был знак о том, что надо что-то делать. Мы, кстати, в нашем проекте, конечно, тоже были у нас офлайн новые тренинги, мы там работали с прислуживами разных государственных структур. Но этого тоже мало. И, кстати, от них есть запрос. У нас, кстати, когда Вика приезжала в Бишкеке, приводила вот один из наших тренингов, помнишь, был запрос от правоохранительных структур, которые тоже хотели, чтобы мы сделали тренинг по факт-чекингу, потому что они говорят, блин, мы тоже понимаем, что нам надо работать с информацией в сети, но мы не понимаем, что там делать. Мы не понимаем, как определить фейковый этот аккаунт или нет. Мы не понимаем, как понять, это фотка отфотошоплена или это оригинал и так далее. Мне кажется, что есть такой запрос у тех же государственных структур в некоторых странах. Это, конечно, это, скорее, исключение, пока есть что-то, с правил для нашего региона, я имею в виду, центрально-азианского, но это хороший знак, что они понимают, что они тоже должны в этом разбираться, потому что, если бы эти люди, которые принимают решение блокировки сайта Панорама, были хоть как-то медиаграмотные, они понимали, что это за сайт, что этого делать не нужно и что этим они больше рождают эффект Барбары Стрейзен. Вот. Так что я думаю, что нужно понимать, это долгосрочный марафон, все проекты по медиаграмотности должны это понимать и в это себе включать. И плюс, ну да, про все обучи, надо там думать, наверное, как бы максимально задействовать, не знаю, максимально разные аудитории, разные профессии, не знаю, поэтому я наоборот тоже говорю, что любые проекты, которые по медиаграмотности появляются, это наши сразу братья, сестры, не знаю, все кто угодно, то есть мы им только рады, и мне кажется, наоборот, это очень клево и круто, что мы сейчас очень начинаем объединяться, кстати, на медиа Риттерси Солюшнс в Минске я была, и мне кажется, это очень хорошая инициатива была, когда мы составляли эту карту проектов. Во-первых, нужно понимать, что много разных проектов по разным странам, во-вторых, это открывает какой-то тебе личный взгляд на то, что даже, казалось бы, в наших авторитарных странах оказывается, не так мало проектов, и с одной стороны, авторитарность наших стран, она является одной сложностью, иногда в продвижении этой тематики, да, не всегда, возможно, государство заинтересовано, потому что население было медиограммом, хотя, опять же, тоже коронавирус показывает, мне кажется, что он дал понимание, что насколько это важно, насколько люди очень быстро ведутся на эти фейки, насколько все это в считанные, если раньше до коронавируса это в считанные дни что-то могло произойти, да, из-за какого фейка, там, не знаю, фейковый вброс про банки мог через два дня привести к краху банка, сейчас это может произойти в считанные часы, утром появилось, вечером коллапс, вот я вот так думаю. Улина, спасибо большое, я введу параллельно запись тезисов в МИРО, и что хочется положить на полочку, во-первых, тезис про эмоциональную вовлеченность, мы, конечно, здесь уходим в разговоры про фильтр-бабблс и про такой феномен постправды, да, то есть это правда в глазах смотрящего, мне не нравится этот факт, мне все равно, я его фактом не считаю, несмотря на то, что это там доказанная уже дезинформация, и люди делятся, да, вот на такие группы и, собственно, верят в то, во что им хочется верить, даже если это уже давно получило какое-то опровержение. И второй, конечно, важный тезис про то, что медиаграмотность это универсальная такая область проблематики, которой вы говорили, да, про правоохранительные органы, считается, что это важно только там для медиа, для образования, для науки, но на самом деле нет. Это такие универсальные инструменты бытия в сегодняшнем мире, которыми, конечно же, должен обладать сегодня, ну, любой человек, который в этом цифровом мире сегодня живет. Спасибо огромное. Я видела, Алена поднимала руку. Да, спасибо большое. Просто Гулим навела меня вообще на такую мысль, да, то есть это, да, это правда история долгосрочная, и надо понимать, что аудитория, до которой добираются фейки, она несоизмеримо больше той аудитории, которую пока мы можем достичь своими проектами, и вот для нас самый большой такой вопрос, как нам достичь вот этой аудитории, как хотя бы, ну, насколько-нибудь приблизиться, не говоря уже о том, чтобы сравнять вот эти все показатели, вот, и есть такие аудитории, до которых, ну, непонятно, как добраться нашими теперешними ресурсами. Мы, например, работаем в основном в интернете. У нас в стране, в Беларуси, есть огромный, ну, пласт людей, которые смотрят телевизор, а телевидение у нас государственное, вот, и они просто не увидят то, чего мы делаем, вот, тоже личный пример, приведу, у меня мама, она уже на пенсии, и она больше 30 лет проработала в медиа, она каждый день читает новости, она очень хорошо разбирается в медиаграмотности, и она каждый день ходит в парк, и общается с другими пенсионерами, и я была просто в шоке, когда я узнала, что эти пенсионеры, насмотревшись нашего телевидения, они думают, что коронавирус, это не страшно, это вообще ерунда, и психоз, как говорит наш президент, и вообще пандемия уже заканчивается, и можно здороваться с людьми за руку, можно не сидеть дома на самоизоляции, а если у тебя, например, жену забрали в ковид-отделение с тяжелым состоянием, можно все равно ходить и общаться с людьми, и ей, одному человеку, пришлось проводить такой ликбез, вот, на таком персональном уровне, потому что до этих людей, которые смотрят телевизор, не доходит вся эта информация полезная, которую делаем мы вот в наших проектах медиограммности, и для меня, и для нашего проекта это такой вопрос, что здесь делать, как добраться до тех людей, которые из других каналов получают информацию, вот, ну, например, дать им какие-то адекватные инструменты, которые они могут использовать, и второй момент, о котором я бы хотела сказать, я заметила такую вещь, когда я где-то выступаю, рассказываю интересные примеры, вот, было такое, было такое, вы можете использовать такие инструменты и такие, у людей иногда бывает, не знаю, две крайности, первая крайность из разряда, ну, если написано, то, значит, можно верить, если это по телевизору показали, значит, можно верить, а вторая крайность, она заключается в том, что все врут, а значит, медиа читать, в принципе, нельзя, если все врут, то мы останемся лучше в информационном вакууме, и хотелось бы понять, как вы сбалансировать, потому что много есть разных примеров, их нужно показывать, нужно рассказывать про то, что есть манипуляция, пропаганда, фейки и все такое прочее, но в том числе у людей должно быть внутреннее спокойствие, у них скорее должно быть ориентиры, как им оставаться медиа потребителем, просто стать осознанным медиа потребителем, и не отказываться от информации в принципе. Алёна, спасибо большое. Я вижу, у Анны Григорьевны включен микрофон. Да, спасибо, коллеги. Мне кажется, что вот все, что мы в течение часа говорим, выводит, в общем, на мысль, что медиаграмотность — это и есть, на самом деле, грамотность нынешнего современного человека, и это абсолютный факт, именно потому, что мы живем, и инфодемия это доказала, в глобальном переосмыслении себя в пространстве и времени. Мы сделали глобальный шаг из реальности в цифровой мир. И теперь, конечно же, это понятно не только нам с вами, которые несколько лет занимаются этой тематикой, но и многим-многим людям, коллегам. И, в общем, институциям, которые пережили эти непростые месяцы и будут их переживать, ничего в этом смысле не остановится. Вирус телевизор не смотрит, и другие вирусы с нашими экспериментами глобальными и экологическими будут возникать. И это означает, что инфодемия первая, или инфодемия, как говорят чаще, первый раз зафиксирована ВОЗом ровно так же, как и пандемия, но это означает, что она первая, но точно не последняя. И мне кажется, что рамку надо раздвигать. Если мы считаем, что медиаграмотность это часть нашего образа жизни, нового цифрового, значит, и работать надо не только в теме фейка и манипуляции, а везде, где можно говорить о медиаграмотности, как о части жизни, и о креативных медиа, как о способе выражения себя и языка. И наша школа вот онлайн, которую мы провели в этот раз студентами набранными онлайн, заведенными онлайн, незнакомыми, живущими с нами три дня онлайн, в том числе с собственными мамами, в том числе зашедшими некоторыми взрослыми, которых пришлось отсечь, которые прикрыли лицо и сутки пребывали, как преподаватели в школе, и, значит, были аккуратно выведены. Наши коллеги, кстати, которые просто пытались методику онлайна выяснить для себя, скрывшись за тем, что довольно трудно ощутить возраст, например. Это, ну, то есть, если чуть-чуть прикрыто лицо, даже если открыта камера в маленькой истории, то несколько часов можно не зафиксировать, пока не начинается работа в зум-комнатах, например, кто с тобой на связи. Ну, это все детали. Гораздо более важно было, что мамы, которые... Ну, это мы видели и по майнеру, потому что мне пришлось два с половиной месяца быть в онлайне, и 200 человек, которые под меня там на Сахалине засыпали, а в Калининграде просыпались, просыпались по всей стране, от Эстонии и за границей в том числе. Мы понимали, что вместе со студентами смотрят занятия и родители. И я считаю, что это очень важная часть амбассадорской миссии наших молодых людей и ваших школьников, и наших студентов, у которых появилось новое качество. Они, как цифровое поколение, впервые могут делиться с опытом таким, с которым старшее поколение не знакомо. И это уникальная тема цифрового мира, когда глобально не поколение прошлое учит будущее, а будущее поколение обязано учить старшее поколение. И если об этом с ними говорить и занять их, и мы это поняли, это очень повышает самооценку. И студенты с удовольствием воспринимают эту миссию и в заданиях по медиапотреблению, и в рефлексиях, потому что мы во время майнера провели специальное задание, дневник тотального онлайна. Они вели три недели дневник самоизоляции. Мы провели большое исследование, которое будем все с ним публиковать. И каждый из них сделал визуализацию. Это очень важная часть таких когнитивных историй, о которых все вы тоже говорили, как об искажающих информационных пузырях, когда объемы памяти, психологический стресс, рефлексия, критическое мышление, все обостряется. И в этом смысле нужно говорить не столько уже о фейках, и у нас на занятиях были специальные сессии, этому посвящены, дискуссии об этике, стресс в инфодемии, связанный с самоизоляцией, информационными перегрузками, и поэтому специального медиапсихолога приглашали. Большой блок, связанный с так называемой мимикрией, профанацией научно-образовательного медиаконтента. Это все, что от Бесогоновщины до Гейтса, которое будет только процветать и процветает на пространствах наших телеканалов, от Рена до России государственных, где все эти конспирологические теории не первый год живут. И, естественно, все вбросы в WhatsApp и этот ужас родительских чатиков, это, конечно, из этой среды. И здесь наши студенты и школьники очень полезную функцию, конечно, могут нести. А если говорить о креативных медиа, то, мне кажется, здесь нужно включать в тему то, что называется в исследованиях и в медиаобразовательных подходах конструктивистским подходом и стимулом среды, когда мы можем с помощью их нового опыта конструктировать их знания. И, например, онлайн-школы показали, что даже если они незнакомы до этих трех дней, то в результате каждый день они способны сделать реакцию на проведенный день в школу в виде, например, какого-нибудь кота-сериала, ну, все вы знаете, куда Наташу кто утопил, вот, или в результате сделать, то есть через мемы, например, то, что им удобно, или сделать потом большой медиапроект о рефлексии собственный в группах в ночи на удалении от Красноярска до Петербурга и, например, показать окна, ну, мы следовали большому международному проекту «Покажи свое окно», значит, на самоизоляции и вокруг этого расскажи истории, то есть это включается, конечно, журналистский и креативный контент, и мне кажется, что это тоже способ, который позволяет этим новым языком так или иначе разговаривать. Ну и, наконец, то есть визуализация для них и важность вот этого нового короткого нарратива, мне кажется, принципиально для того, чтобы распространять этот удобный тип знаний. Ну а стимул среды цифровой, он в том, чтобы они могли легко управлять собственным типом образования и легче ориентироваться как в онлайн-курсах, так и в собственном наборе того, что они хотят делать. Совершенно многим моим университетским коллегам, да, наверное, и в других странах ясно, что мы многих не загоним в оффлайн. Вышка 25% с нового года курсов по выбору переводит в онлайн, уже понятно, будут межкампусовские курсы, а вот это наше исследование дневника самоизоляции, то есть это было 220 человек разных специальностей, так вот проценты 70 на 30, чтобы все лекции были переведены в онлайн и только семинары происходили в таком бутиковом формате один на один. В общем, понятно, что синхрон или асинхрон неважно, но гораздо комфортнее им пребывать в этой среде, когда срабатывает эффект первого ряда, когда у тебя в аудитории на 200 человек не 20 человек в первом ряду с тобой общаются, а 50 и больше, поэтому и посещаемость была выше, и их возможность общения была лучше. И страхи по этому поводу, мне кажется, уже можно оставить, потому что это поколение выбирает гибридный тип образования, это означает, что вопрос безопасности цифрового разговора становится в общем вполне себе мейнстримом. И последнее, и я закончу, это, конечно, исследование. вопрос того, что дает нам сейчас вот это абсолютно наблюдаемое в реальности глобальное изменение подхода к ощущению нового образа жизни, требует, конечно, бесконечного исследования. Мы, например, с нашими, одной из лучших в стране лабораторий когнитивных исследований, очень цитируем и так далее, запускаем проект по изучению, вот мы и сделали исследование такое с помощью опроса до и после курса, теперь мы сделаем с психологами через магнитный резонанс, через уже данные, как они смогут на уровне мозга пройденный курс и те, кто прошли курс, и те, кто его не прошел, две будут группы, где психологи зафиксируют, как работает на эмоциональном уровне возможность мозга человека, который работал и считает себя медиаграмотным, и человек, который никогда к этому не имеет дело, до какой степени его эмоциональный фактор, критическое мышление и вообще структура мозга способна работать с этой историей. Это будет диссертация, и я надеюсь, что через год мы уже сможем в следующей конференции поделиться этой историей, так же, как и в общем проанализировать все, что сказали наши студенты и в общем обсудили в связи фейками, дипфейками, нейросетями, которые будут в этом направлении все больше и больше развиваться, я уж не говорю о VR и прочем контенте, вот где будет, конечно, погружение в полный и драматургический, пока и режиссерский, неясного, неясной этимологии, как мы там будем с медиаграмотностью разбираться. Мне кажется, что вот еще одно большое направление для возможных коопераций, это, конечно, исследования, которые будут касаться не только фейков и манипуляций, но еще и того, что мы называем новым интеллектом и новым осознанием нового образа жизни цифровой среды. Спасибо, Анна Григорьевна, я положила тезисы на нашу доступ в МИРО и про цифровое поколение, и про визуализацию, и вот эти новые практики, новые формы цифрового разговора и важность исследований как направления сотрудничества. Спасибо большое и хочу передать слово Виктории, которая завершит этот раунд и мы будем подводить его итоги. Да, Анна Качкаева только что очень подробно озвучила мою мысль, которую я хотела сказать, поэтому я буду краткой, и я хочу сказать, что действительно проблема медиаграмотности сегодня заключается в том, что очень часто мы не учитываем эти глобальные антропологические изменения, которые происходят с нашей аудиторией и с нашими читателями, с нашими зрителями и на самом деле действительно работая с фейками дезинформации на уровне фактов, на уровне объяснения рациональными тезисами, это не всегда срабатывает, потому что в условиях кризиса мы имеем дело с психологическими конструктами и люди, оказываясь в таких условиях, они не думают о рациональных вещах, они думают исходя из того, какие у них проблемы, какие у них страхи, какой у них жизненный бэкграунд и исходя из этого принимают решения, поэтому Анна Качкаева прекрасно сейчас объяснила в общем-то эти цифровые изменения и трансформации и говоря о том, какой должна быть медиаграмотность для того, чтобы она была более эффективна, я бы сказала, что, конечно же, в момент разработки эмоционального интеллекта работа собственно с поведенческими моделями в таких условиях она должна занимать в медиаграмотности очень важную роль, потому что несмотря на с одной стороны да, мы говорим о 70% лекции онлайн, о новом поколении, которое пользуется цифровыми медиа и полностью уже в сети да, но я хочу привести недавний пример вот в Украине буквально вчера это все обговаривали на сайте президента Украины зарегистрировали петицию о том, что сеть 5G это зло и их нужно запретить в Украине так вот самое смешное что эта петиция она набрала нужное количество голосов для того, чтобы она была обговорена в парламенте о чем может идти речь вот здесь вот как раз я и говорю о том, что когда человек находится в благоприятной среде, когда он спокоен, когда все хорошо, он имеет достаточное количество денег и нет проблем, да, с ним можно говорить рационально, но любая наименьшая проблема, которая касается его лично, она полностью изменяет его структуру поведения, поэтому когда мы говорим о специфике медиаграмотности в будущем, то нужно все-таки разрабатывать вот эти вот методологические подходы к отработкам определенных моделей поведения в кризисных ситуациях, работать с психикой, работать с эмоциями, работать с реакциями на определенные эмоции, и самое страшное в этой ситуации, что медиаорганизации, они в большей степени понимают эти изменения, поэтому они прекрасно манипулируют аудиторией, поэтому они регулярно забрасывают вот эти вот эмоциональные такие уловки, эмоциональные различные крючки, на которые попадает наша аудитория. Мне кажется, что сегодня это очень важный блок, посмотрим, какие у нас челленджи будут через год, возможно, действительно мы будем видеть новые пути работы в сфере медиаграмотности, но на сегодняшний день я ощущаю очень большой недостаток в наших программах, в каких-то своих прошлых видениях именно этого блока, который очень-очень важно разрабатывать сейчас. Виктория, спасибо большое, и мы будем уже завершать наше с вами заседание, и хочется мне в качестве финального вопроса предложить вам для обсуждения следующий. во-первых, вот у нас есть вопрос в чате для участников из других стран, есть ли какая-то реакция со стороны властей на эти проекты по развенчанию фейков, если можно, просто очень коротко. И, уважаемые коллеги, где вы видите все-таки направление для сотрудничества, и мне как раз хочется, чтобы здесь прозвучал у нас Иван, Яна, Сергей, в первую очередь, то есть наши организаторы коммуникационных хабов, да, то есть вот пожалуйста вам для завершающего слова вот два возможных вопроса, на которые вы можете дать ответ, в чем главные вызовы, и где вы видите возможные направления сотрудничества. Яна, пожалуйста. Давайте я, да, ну про вызовы уже очень хорошо все сказали, у меня, конечно, в силу специфики работы, наверное, еще в голове очень много вызовов, связанными с развитием еще большим технологий, то есть это то, что уже поднавано, это развитие нейросетей, посты, стихотворения, сообщения, реклама, которые будут бесконечно генерироваться новыми технологическими какими-то штуками, и с этим нам еще только предстоит работать, так же, как мы думаем про права роботов, которые рано или поздно все равно к нам придут, и нам придется с ними работать, так и тут это бесконечный инфопоток, который будет создаваться все сильнее и сильнее, и уже сейчас видно, что все жутко устали от информации, и все слишком переполнены этими всеми вещами, и мы можем прийти к тому, что люди будут просто отключаться от этого всего, и нам тоже придется еще раз думать, а как мы вообще их можем достичь, вот мы сейчас в интернете, когда все перестанут этим пользоваться, ну, в плане читать статьи, я буду просто, не знаю, в ТикТоке сидеть, да, ну, может быть, конечно, в ТикТок пойдем, но неизвестно, получится ли это достаточно хорошо, а в плане сотрудничества, ну, не знаю, у меня, конечно, есть основная идея, опять же, то, как мы работаем, да, мы вроде бы работаем с цифровыми мировами, но все равно через это мы стараемся доносить и другие ценности, и мне кажется, вот такой холистический здесь и это здесь, оно может помочь и привлекать друг друга, привлекать коллег на совместные, какие-то проекты, совместные действия, это помогает людям тоже понимать, что проблема не только вот здесь, вот конкретно, где я нахожусь, она во всем мире, да, или эта тема важна не только мне и вот этим там десяти людям, но еще и там разным людям, это как бы повышает видимость этой темы. Больше говорить, больше идти в какие-то институции, не знаю, в школы, в институции, там, где есть такая возможность и я думаю, что это гораздо-гораздо будет эффективнее, чем точечные мастер-классы, они тоже хороши за неимением другого, но, конечно, надо выходить на какой-то более такой массовый, наверное, уровень просвещения, это было бы, конечно, круто, если получится. Игорь Террина, вас не слышно. Извините, я так обрадовалась, увидев включенный микрофон у вас, Иван, что ли? Я очень кратко, я все освоил, я вижу перспективы сотрудничества, конечно, в работе со сферой образования, потому что, как мне кажется, я постоянно это говорю преподавателям и учителям о том, что медиаграмотность, на мой взгляд, это такая интегрирующая дисциплина вообще для любого предмета, а если говорить о каких-то точках опоры, то мне кажется, в любой стране это могут стать журналисты, центры подготовки журналистов, журфаки, какие-то медиа-центры, потому что это люди, которые работают с контентом, и они занимаются фактчекингом и созданием контента, это те люди, которые и могут говорить о медиаграмотности, и мне кажется, это как раз и получается, у них лучше всего, если не мы, то кто? Спасибо большое, важность институций, которые уже работают с контентом, безусловно, сложно переоценить, и, конечно же, мы должны объединяться. Ксения? Да, ну, я тоже постараюсь кратко, что касается сотрудничества, то мне кажется, ну, вот, собственно, мы уже отчасти начали, причем, конечно, не сегодня, вот, в частности, у того же Ивана есть прекрасная группа в Фейсбуке, Содружество медиапреподавателей, забыл, как она точно называется, там длинное название, но, то есть, мы, тем не менее, то есть, наша задача, мне кажется, продолжать как минимум общаться и друг друга как-то делиться тем, что у нас происходит в период между вот такими встречами, потому что понятно, что это не только мы организовываем такие встречи, что, наверное, на разных площадках мы тоже так или иначе все встречаемся в таком составе или чуть-чуть каких-то более узких и с привлечением каких-то других экспертов, то есть, мне кажется, тут важно просто знать, что мы существуем и в какие-то вопросы, в обсуждения включаться и, может быть, удастся как-то посотрудничать вместе, особенно вот в том, что касается то, что Анна Григорьевна сказала, исследования общие, мне кажется, это очень важно, особенно учитывая, что это такая работа на будущее, вот, и она такая глубокая, потому что у нас есть разные пласты, у нас есть то, о чем мы все время говорим, самый такой явный пласт, это факт-чекинг, и, собственно, противодействие распространению фейков, там, инфодемии, инфодемия, я тоже не знаю, куда дариме ставить, вот, он такой очевидный, ясный, и он сейчас, конечно, у нас самый такой при этом уязвимый, несмотря на то, что кажется, что это как раз, там есть ясный инструментарий, у нас есть ясные упражнения, там разнообразные, вот про медианавигатор, сегодня вспоминали, то, что Иван показывал свои наработки, то, что у Анны Григорьевны на школах, там, медиаграмотности существуют, у нас там есть тоже какие-то свои, мы берем и ваши, и свои используем, там, всякие сценарии, казалось бы, весь инструментарий есть, и все равно это самая уязвимая, оказывается, сфера, я предполагаю, что все-таки потому, что вот как нам сейчас последний, наверное, год особенно это показал, что мы находимся с одной стороны между госпропагандой, да, которая тоже производит информацию, которую имеет смысл проверять, да, у нас есть госпропаганда с одной стороны, законы, которые регулируют, это тоже исходящее от государства, а с другой стороны у нас есть вот эта низовая конспирология, которая сейчас в период коронавируса особенно расцвела, и мы получаемся вот между этими двумя как бы давящими сверху и снизу обстоятельствами, и, конечно, оказывается, что мы, несмотря на всю нашу такую прокаченность, довольно уязвимы в этом все, мы надо, они же еще и смыкаются периодически, это низовая конспирология с госпропагандой и с регулированием, и возникают уже совсем какие-то странные ситуации, то есть это все равно, конечно, важно развивать, но мне кажется, очень хорошо понимать, потому что мы, ну, на самом деле, все равно устаем от этого постоянного занятия фактчекингом, и мне кажется, очень важно вот ровно то, что Анна Григорьевна говорила, то, что на их конференциях вот в вышке происходит каждый год, что в теме медиаграмотности есть очень много всего еще другого, и очень много, и в частности, вот то, что у вас всегда выступают биологи, нейробиологи, психологи, то есть это показывает на самом деле вот эту нашу всю перспективу, вообще, в каком контексте мы существуем, что дело не только в инструментах, да, вот которые, там, про фактчекинг, про фотографии, про все, про все, но и вот это глобальное понимание, чем лучше мы будем понимать, что происходит, тем мы будем менее уязвимы вот в этом нашем сэндвиче, мне кажется, вот такая ситуация у нас сейчас, вот, и честно говоря, если опять возвращаться к тем сотрудничеств, я очень надеюсь, несмотря на то, что мы как бы занимаемся цифрой онлайном, что мы все-таки будем встречаться оффлайн, потому что это гораздо продуктивнее и с точки зрения наших образовательных всяких программ, и с точки зрения сотрудничества и нашего взаимодействия, вот, я бы сейчас прям тостом закончила за встречи в оффлайне в разных форматах, вот, спасибо вам всем большое. Ксения, спасибо большое, дорогие участники, кто-то хочет сказать несколько завершающих слов, в конце нашей с вами встречи, после тоста Ксении. Хорошо, я тогда сейчас вам расшарю, мы, наверное, сделаем рассылку, я покажу вам, что я уже сделала на доске Миро, задачи, о которых мы с вами говорили, да, говорили о том, что изменил контекст, говорили о том, с какими вызовами сталкиваются, собственно, те участники, которые принимали сегодня, которые с нами сегодня разговаривали, и, собственно, самое главное, да, ради чего мы здесь сегодня собрались, направление для сотрудничества, это работа с институциями, не только в сфере медиа, это выход на новый массовый уровень, это проведение совместных исследований, и, собственно, то, о чем говорилось сейчас Ксения, это то, что, ну, самая главная наша задача не терять друг друга, продолжать общаться в онлайне, в оффлайне, и, собственно, быть всегда друг у друга на виду, потому что мы говорили сегодня о том, что мы все, собственно, с разных сторон, разными инструментами, с разными аудиториями работаем, но, по сути, задача у нас с вами всеми одна, и новый цифровой мир, в котором мы сегодня существуем, диктует новые сложности и новые вызовы, и, собственно, мы сегодня, мне кажется, говорили о том, как мы с ними справляемся, и что мы можем сделать еще для того, чтобы помочь друг другу. Спасибо вам большое за участие. Дорогие спикеры, тут в чате есть несколько вопросов такого инструментального характера, о тех фактах, о тех предложениях, конкурсах, грантах, которые вы упоминали, я думаю, что вы можете ответить участникам уже в таком личном порядке, обращаю просто на это еще раз ваше внимание, и приглашаю вас оставаться с нами и принять участие в следующей нашей сессии. Через пять минут начинаем обсуждать эту самую инфодемию линфодемию с Андреем Меркичевым. Спасибо замечательному спикеру, замечательному модератору. Спасибо, Анна Григорьевна, мне очень приятно. Друзья, мы тоже, на самом деле, много чему учимся, вот я обучилась работать у Мирона наконец-то летом. летом. Мы обучились делать супервизуальные перерывы в трансляциях, и сейчас вашему вниманию наш дебют в этом направлении. Очень короткий дебют, потому что через пять минут уже, значит, будут Гатов, Яченко, Илья Яблоков с нами обсуждать. Василий Гатов, Андрей Меркиченко, Илья Яблоков через пять минут уже с нами. Пожалуйста, оставайтесь, давайте нальем себе чашку кофе и приготовимся к следующей дискуссии. Спасибо вам огромное.